Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 сентября 2016 года, четверг, по одному из старинных 29-й день месяца завершения 7524 лета, осьмица. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Как возродить в женщине женственность». Не пугайтесь такого оборота, поскольку с нами автор-соведущий Юрий Лодин-Святарус. Здравия тебе! Всем здравия! В всей аудитории здравия. Поближе к микрофону. Так лучше? Значительные. Главное, чтобы не отдаляться, ближе еще можно. Итак, мы проговорили в прошлый раз про, насколько я помню, про мужичков, про мужчин. И как-то за женщин нам стало обидно. А почему мы про них не говорим? И вот решили мы, значит, про женщин тоже немножечко погутарить. Ну, я, кстати, вот хочу сказать насчет женской половины, скажем так, человечества. Я задумался, конечно, более крепко, чем про мужчин. Все-таки одно дело, например, изнутри мужчину ощущать. Юр, еще поближе к микрофону. Ага. Вот так лучше? Да-да-да. А другое дело наблюдать женщину, которая, в общем-то, не является тобой, да. То есть, либо ты мужчину изнутри изучаешь, самого себя, да, и как-то смотришь на мир. Либо ты на женщину смотришь, и тебе надо понять, ну, как вообще общаться, как найти общий язык и так далее, и так далее, как вообще создавать, созидать и так далее, и так далее. Вот. Ну, женственность, конечно, это такое качество с обширными понятиями, с обширными такими корнями во многих житейских ситуациях. Это прослеживается, это прослеживается также и в каких-то более глобальных вещах. Вот. Ну, так что мне хотелось бы вот с этого начать, что в наше время... Давай, если только начнем, да. Да, вот. Хотелось бы такой момент заметить. Да, вот на сегодняшний день красота. Красота как воспринимается современными женщинами? Я специально проводил опрос с некоторыми женщинами по поводу, по этому поводу, разного возраста, кстати. И многие даже вот не понимают, ну, скажем так, среди людей, которые ничем не интересуются особо, да, вот так у них спрашиваешь. Ну, вот ты, например, так красиво оделась, да. Вот, вот, а что ты под красотой подразумеваешь? А она одета, например, как-то вызывающе, да. Она на это даже не реагирует. Она считает, что если вот, например, короткая юбка, к примеру, да, там какой-то вырез глубокий, да, на груди, еще, например, какие-то там другие яркие вызывающие элементы, то для нее это считается красиво. То есть вот тут интересный момент. Именно в этом красота почему-то в данный момент женщины распознается, что вот это именно красиво, да. А не то, что, например, красиво, это какие-то, например, другие элементы одежды, которые именно не вызывают какие-то, например, у мужчин там особенно, да, какие-то побуждения в этот момент. вот и вот этот момент он очень важен то есть вот сегодняшнее время я вот четко это ощущаю что вот девушки особенно молодые да они вот этого не понимают они считают что если так оделись вызывающе значит это красиво этот момент очень важен конечно ну а другая сторона женщин которая уже как-то как говорится просыпается в наше время она это понимает уже и старается конечно красоту найти совсем в других каких-то формах других каких-то элементов как-то по-другому себя осознать те же самые присловутые длинные платья и юбки например да действительно самоосознание у женщины меняется вот как ты все рассказывал во первых я хочу чтобы наши девушки в чате прореагировали как-то на эти слова и написали а что по их мнению красота как надо вообще одеваться не просто так это я прошу дело в том что я тоже любитель позадавать вопросы любители пообщаться и разузнать а почему вот так а почему не по-другому и вот очень часто когда начинаешь задавать такие вопросы ну раньше особенно когда начинал задать такие вопросы многие женщины говорили ты что нам предлагаешь паранжу что ли завернуться что же нам ничего не одевать такого что ли то есть вот первая реакция это одевание в паранжу что ущемляют их права вот с таким сталкивался ну каких-то может быть крайних формах шутливых наверное так вот серьезный разговор ставить я не думаю что кто-то действительно серьезно задумывается что женщине современные но конкретно у нас здесь хотя бы как брать да в россии но подожди но тогда хорошо другие ты чатчина монашки представляю предлагаешь переодеться нет ну тут уже же вопрос то есть женщина постоянно посылает определенные импульсы до от себя вот в определенном например своему на наряде просто этот момент даже брать до что развратностью до красота подменен развратностью какое-то внешнее проявление тут одежда поведения до речи какие-то ну конечно когда она себя так ведет и когда на такие посылает импульсы в пространство то конечно же ну она должна понимать что ничему хорошему не приведет и в первую очередь для нее то есть как можно против противиться просто против каких-то чисто физических законов даже скажем но как это но как-то она и себе ищет партнера на всю жизнь любимого дорогого принца на белом коне а принца такой человек капризный как известно он не на всякую глаз положит тут надо быть или царевны не смеяны за которые все будут прыгать чтобы она перстнем лоб приложила на сивки бурки так еще и сивку бурку тут не достанешь или просто выбирать самую такую которая всем светит и все видно о хорошо тут и округлости тут и еще что-нибудь вот такая мне подходит принца не такие поэтому перед ними наверное многие хотят светить всем чем можно и нельзя программ это же опять-таки опять-таки она из программ опять-таки хорошо а влияние матери то есть если немножечко вот тогда начать с какого-то начала да потому что тут можно что дочки начинать который мать превратится что в мать которая сейчас вот например будет у нее дети том числе и дочь да ну и что вот многие были матери мало молоденькие ходят так как они ходили до беременности и до родов так же они потом одеваются после родов идут с колясочки такие привлекательные прям все прямо такие прямо бояшечки а бояшечки прям маленькая такая аккуратненькая там дочка или сыночек и прям такая мама прям прям вишенка ягодка ну в любом в любом случае в любом случае чтобы этот разорвать порочный круг надо чтобы некоторое количество людей об этом задумалось и постепенно наш окружающий мир будет меняться конечно же согласен да и в опять-таки и вот и 7 ручкой пленку назад отмотать жизненную да вот этой вот женщины так примеру которую мы рассматриваем то условно вот она если она смотрит как например мама одевается да то конечно же она тоже это все впитывает особенно если ну семья какое-то значение имеет очень высокая да то есть вот себя действительно уже которая некоторые моменты может быть осознала жизни что сейчас особенное время что надо жизнь по-другому строить какие-то новые элементы привносить самоосознание в жизнь свою они это понимают начинаются у них изменения жизненные не начинают свой уклад постепенно менять в том числе конечно же меняется уже и через некоторое время одежда то есть люди начинают задумываться через какой-то определенный круг своего самосознания уже о том что же не носят для чумности вообще что не что не хотят выразить через одежду и если вот в определенный благоприятный момент девочка все это увидела то есть родители тоже во свое время проснулись до горится успеть до перед рождением детей то он это все наблюдает и находится в близкой связи с семьей то есть детский садик его например не отдает также в идеале например на семейном она образовании окружена женщинами хотя бы в семье до который придерживается определенных каких-то традиций каких-то понять именно женственности да в одежде в том числе и в манерах поведения в речах конечно же она впитает и для нее это будет дикто как вокруг по-другому деваются девочки где-то может быть она будет конечно же им подражать но это все будут некоторые игры как вот дети играют какие-то может быть игры не очень понятны взрослым да ну войнушки то же самое не значит они все теперь вырастут и будут войнушку играть уже по-настоящему то есть некий просто образ проживается который социум навязывает чтобы ну как-то действительно понять что это такое но далее этого не идет но я к чему это все говорил то дело в том что есть есть очень интересная такая шутка не шутка анекдот не анекдот когда к одной такой расуфыренной дамочки подходит у тебя что-то с микрофоном фонит микрофон что-то где-то там эти отходят контакт так вот такой расуфыренной девушки прям посреди белого дня подходит молодой человек и спрашивает а сколько стоят ваши услуги чтобы вас на часок снять она да как вы смеете я что вам проститутка что ли говорит ну не знаю вы так одеты а причем есть одежда я одета красиво не не подождите он говорит ну что значит красиво вот видите идет полицейская женщина вот я узнаю что она полицейская вот и скорой выходит еще женщина я понимаю что она ли врач или медсестра вот по вам я понимаю что вы как бы на работу едете ну вот чтобы вам не очень так много времени тратить я предлагаю прямо здесь вам со мной договориться да и в общем то все нормально то есть одежда определяет ваш профиль работы и вот такие когда шутки кому-то рассказываешь женщинам то многие начинают осознавать что в общем то да как то здесь что-то есть надо как-то задумываться вот после таких вот анекдотов казалось бы шутка да но некоторые начинают задумываться были у меня еще другие случаи когда работаю ну приехал где-то там что-то делать и смотрю там женщины все весна началась они все такие тому кто-то в коротких обтягивающих юбках кто-то прям таких штанишках где прям все-все так притянуто типа стрингов такие ну вот и я такого весь голос сижу там занимаясь своим делом говорю ну вот опять корочка тут поросята вышли какие поросята какие корочка говорю ну вы на себя зеркало смотрели вообще нет вот детскую сказку сказку про трех поросят посмотрите там бегали такие поросята вот у них там задницы так выдвигались и конфигурировано так очень четко выделялись на этих картинках вот хвостики вам только дополнить вот будете прям как поросята знаешь какой был эффект через неделю когда там появился ни одна женщина в обтягивающих юбках и в обтягивающих штанах уже не было ну да это вот так кстати обратная сторона медаль и общество другая сторона медали вот опять-таки естественность так особое качество это общество которое уже видит искаженно образа женственности то есть поощряется обществом такая такое поведение такая одежда то есть если раньше например женщины бы так оделать примеру прошла бы где-нибудь конечно же ей высказали бы какие то потом, например, замечания, каждый считал бы своим долгом просто подойти и сказать ей об этом. Сейчас совершенно другая реакция. Либо не обращают внимания, либо там кто-то цокает языками, либо что-то в этом роде. Либо как-то, если это связано с какой-то манерой поведения или с речами, то соответствующие отношения уже формируются. То есть вот общество, оно тоже должно взять на себя некоторую функцию, и каждый из нас должен осознать, что мы должны рвать этот порочный круг, постоянно, конечно же, напоминая женщинам о том, что они вот в данном качестве, который мы рассматриваем, чтобы они тоже придерживались, конечно, определенных правил. Потому что нельзя козырять такими вот вещами, которые действительно являются интимными. Вот у женщин вот это вот сбито в сегодняшний момент, современная мода и так далее, и так далее. Все это навязывает такой образ, что вот это вот ощущается совсем по-другому. Что как будто бы это нормально. Мура качествуется. Но я вот услышал тебя и слышу там должны, общество должно. Но ведь когда говорит кто-то должно, мы должны, это мне напоминает какую-то предвыборную кампанию, когда выходит какой-то известный человек и говорит, вот общество должно, вот нам необходимо сделать это. Мы еще до того-то не доросли, нам надо туда-то, туда-то стремиться, мы еще молодые, там, неразвитые, ну и так далее, и прочие дебилы. Вот, я это слышу в течение там уже, ну сколько там уже, 25, да, 26 там лет, может быть, уже скоро будет. И все одинаковые речи, что мы недоразвитые, что мы должны и так далее. Но, если раздаю вопрос, хорошо, даже если согласен, что мы должны, как это сделать? Вот что мы должны сделать, чтобы общество, на твой взгляд, начало наконец-то осознавать пагубность, это во-первых, а во-вторых, надо все-таки раскрыть, а в чем пагубность? Ну, одеваются так они, ну и что? Вот два вопроса, в чем пагубность и как донести до общества, что мы должны сделать, а не просто сказать, что общество должно или мы должны. Ну, тут, опять-таки, несколько вариантов, может быть, развития событий. Если женщина таким образом ведет себя вызывающе, да, в различных аспектах в одежде, там, в поведении и так далее, то мужчин определенный образ формируется по отношению к этой женщине. Если, например, она как-то очень открыта, где-то, может быть, даже развратна, например, или вызывающе одета, то, конечно же, это формирует определенные отношения у мужчины к ней. Ну, а чем это страшно-то? Ну, энергетически, если взять просто даже чисто энергетическое воздействие, то женщина, она даже на себе это чувствует. То есть, если она идет где-то, например, в каком-то общественном месте и в каком-то непотребном виде, то, как говорится, затылком все это она ощущает. Просто некоторые женщины интерпретируют вот эти свои ощущения, именно те, от которых надо отказаться, которые якобы, вот, действительно, являются ложными и от которых общество предлагает или там какие-то навязанные другие образы, да, с миф, к примеру. Она это распознает именно так, что надо просто от этого избавиться и каким-то образом научиться получать от этого какое-то свое удовольствие. Может быть, как-то так расслабиться, как говорится, да. А как раз-таки вот в этот переломный момент надо, наоборот, прислушаться к этим ощущениям, потому что это действительно вот эта внутренняя женственность, она вот в данный момент просто сообщает, что так вот не надо поступать. И вот эти все ощущения, которые женщина начинает чувствовать, которые даже словами не может описать, да. Вот у меня несколько разговоров было с разными женщинами, и вот они мне рассказывали, что когда они, например, чувствуют такие взгляды, да, какие-то, ну, одели неподходящую одежду, как-то еще не особо потом задумывались, просто одели и пошли. И вот они ощущают постоянные взгляды и постоянно ощущают себя неуютно. То они там где-то себе одергивают что-то, то постоянно там пытаются оглянуться или еще что-то. Ну, постоянно ощущают какое-то некое беспокойство, но пытаются от него избавиться. Вот тут в этот момент надо опять-таки, наоборот, сконцентрироваться на этих ощущениях, распознать, что они действительно вызывают некий дискомфорт, и это вот эти мысли, вот эти энергии, которые общество посылает до гонку этой женщине, что это все в итоге переходит на ее внутреннее, ну, как, скажем, записывается просто как надиск на ее подсознание, на ее внутреннюю энергетику. И со временем она все глубже и глубже, конечно же, начинает в этом нуждаться. Ну, своеобразный, можно сказать, это где-то наркотик даже. То есть начинаются все более какие-то, может быть, наряды вызывающие, какое-то вызывающее поведение. Ну, и постепенно, постепенно эта тропинка, она, конечно, приводит к таким последствиям, что, например, женщина начинает уже ругаться, то есть, может быть, даже где-то материться, даже просто в разговорной речи, особенно между собой. То есть, тут даже такое появляется, что, например, где-то на людях, скажем, женщина может быть более-менее как-то общается прилично, культурно, то уже в среде каких-то своих подруг, например, или где-то, может быть, среди близких людей, они уже начинают просто развязное некоторое поведение, могут ругаться между собой, просто в обычной, даже разговорной речи использовать какие-то непотребные слова. И постепенно, постепенно вот эта трещина, она расползается, то есть, вроде бы там с той же самой одеждой начали, да, а это расползается потом на поведение уже, которое, ну, просто начинает женщину изнутри разъедать и переходит уже это на разговоры. То есть, какие-то потом начинаются заболевания опять-то, даже вот если затронуть, тоже интересно, да, то есть, естественно, это все, раз влияет на наше сознание, то это сознание соответствующие импульсы посылает нашему телу, и наше тело соответствующим образом реагирует. В зависимости, конечно, от каждой женщины, но начинаются заболевания, то есть, начинаются определенные заболевания, очень часто это заболевания некоторой детородной функции женской, ну, или какие-то другие могут быть заболевания, но факт в том, что это не проходит бесследно. Ну, вот ты сейчас это говоришь, многие могут подумать, что он придумал, что этот человек от себя такой лепит, как-то там, наверное, хочет кого-то запугать, а есть какие-то серьезные основания, доказывающие, или там, какие-то, может быть, доказательства, которые показывали бы правоту твоих слов? Почему женщина, которая одевается, как ей кажется, красиво, вдруг должна начать материться? Она женственная, она нежная, ну, там, сигаретка еще может повыпендриваться, как там, баночку с чем-то таким взять, то, что модно, ну, и что, ну, всякое бывает. Для этого достаточно просто внимательно наблюдать окружающий мир, и если находятся люди вокруг такие, то просто присматриваются, как это все происходит. То есть, он мир сам доказывает, это просто надо глаза открыть и все, и посмотреть вокруг. То есть, таких примеров сейчас предостаточно. Вот, это самый главный такой аргумент, что человек сам просто после границы посмотрит, что вокруг происходит. Какие образы, то же самое, навязывая телевидение, то, ну, и другие средства массовой информации, какой образ навязывают, как надо себя вести, например, женщине. К тому же, опять-таки, женская психика, она намного глубже воспринимает вообще в мир. То есть, вот, по некоторым данным, не знаю, насколько они верны, до 9 раз глубже, чем мужчина. Ну, это в идеале, да. Но, тем не менее, даже вот в наше время, современное, если даже брать современную женщину, все равно, на несколько раз глубже мужчина воспринимает мир. То есть, этот механизм, он не просто в ней заложен. Когда идет некоторое влияние, и женщина поддается этому влиянию, она, конечно же, и в разы сильнее к этому привязывается. известная такая тема, что женский алкоголизм неизлечен, к примеру, яркий пример. Почему так говорят? Потому что, действительно, если там мужчину как-то еще более-менее действительно можно не просто вывести из алкоголизма, а еще как-то вообще социально, чтобы он опять встал на некоторые какие-то колеса, адаптировался, то у женщины в разы труднее и иногда вообще безнадежно. Вот этот момент такой тоже есть. То есть вот эта вся грязь, которая на сегодняшний день генерируется некоторыми, скажем так, многими источниками, вот это она в 9 раз, до 9 раз сильнее может к женщине, скажем так, прилипать. То есть это тоже надо понимать. Она как пылесос все втягивает в себя. Понятно. Вот Васильевич нам прислал такое пояснение. Сексуальность – совокупность психических реакций, переживаний и поступков, связанных с проявлением и удовлетворением полового влечения. Малоакадемический словарь, Институт русского языка, Академия наук СССР, Евгеньева, 1957-1984 год. Итак, это связанные переживания с проявлением удовлетворения полового влечения. То есть, получается, если женщина даже сама того не осознает, как ей кажется, одевается красиво, но при этом явно проявляет свою озабоченность через внешние какие-то образы, через одежду, через поведение, то в этом случае она проявляет свою сексуальную озабоченность. Вот давай, наверное, вот здесь мы обострим, как воспринимает, чтобы женщинам стало все понятно, давай немножко говорим, а как воспринимает ее мужчина. Ну, к примеру, так обрисуем такой характерный персонаж. Стоит или идет девушка, на которой все мужчины оборачиваются. Ну, не все, может быть, многие мужчины оборачиваются. И мы задаемся вопрос, а почему они на нее оборачиваются? И начинаем ее обрисовать. Итак, высокий каблук, обтягивающие штанишки, где все обтягивается и непонятно там, что скрыто, не скрыто, хотя вроде одежда есть, но, в общем-то, такое ощущение, что одежды нет. Или какая-то там юбка с глубоким вырезом, или какое-то такое нечто тряпочка, напоминающую юбку. Дальше. Что джинсы такие, извини, перебиваю. Джинсы, а трусы выше, а джинсы ниже. Вот такое еще бывает. С другой стороны подошли уже сверху. Да, извращенцы такие. Мы с тобой тут вдвоем сидим. Ну вот, дальше. Потом какая-нибудь такое что-либо или обтягивающее, или с очень глубоким декольте, где там что-то барахтается при каждом шаге, подпрыгивает, скачет, как там мячик, да, синий-красный-голубой, не угнаться за тобой, как прям в детской сказке огней борту, насколько я помню, но не важно. И вот, значит, мужчины на нее оборачиваются. Да еще такая расфуфыренная там всякая наверху, что-то такое непонятное, какая-нибудь там ял маму вместо швабры или упала с самосвал, тормозила головой, ну что-то такое, да. Вот. И стоит вопрос, а почему мужчины на нее оборачиваются и чем-то чревато для женщины? Ну, такой момент, что, во-первых, мужчины оборачиваются, опять-таки, большинство мужчин оборачиваются, то есть я сейчас с этой стороны начну, с первого, оборачиваются, не могут противиться этим сигналам. То есть для этого надо хотя бы задумываться о таком, что есть осознанность некоторая в жизни, что к чему-то приводит вот это все, когда ты акцентируешься. И ты пытаешься от этих сигналов, конечно, отвязаться к мужчинам, но сейчас пока тенденция к этому не очень сильная, но тем не менее она есть. В основном мужчины, конечно, оборачиваются. А почему-то они оборачиваются, потому что женщина подсылает определенные сексуальные импульсы, то есть вот эти все вырезы там или обнажения, они характеризуют уже о том, что должна быть какая-то интимная обстановка, то есть какое-то там зачатие и так далее, и так далее. То есть идет вопрос на уровне вот именно таких вот, скажем, поведенческих начала такого, животного, животного начала такого, да, если брать женщине в мужчине, ну не животного, скажем так, а вот такого глубинного, да, сексуального, то на этом, на этом, на этой, на этой ступени мужчина он просто сразу начинает реагировать, потому что он для этого, в общем-то, и предназначен, продолжение рота, и начинает, конечно же, сразу ее анализировать, сразу, как говорится, присматриваться, что же это такое за объект, и каким же образом сейчас вот произвести, опять-таки, обладотворение, скажем так, да, и вот эти все мысли он начинает, начинает прокручивать, оборачивается, смотрит на нее, и оторвать взгляда не может, естественно, у него начинаются определенные свои реакции, если так рассматривать, ничего хорошего, не приводящее, мы не будем в ту сторону идти, но женщина, она это все опять-таки в себя впитывает, и провоцировать может начинать дальше, то есть какими-то, может быть, своими тоже другими дополнителями, может оборачиваться будет, или как-то глазками стрелять, то есть бывают, они специально, женщины начинают дальше мужчин провоцировать, это все иногда даже плачевно может для женщин окончиться, конечно же, очень много случаев было таких, что вроде заигрывают, заигрывают, женщина-то думает, что она просто играет, что просто вот так какая-то, а мужчина может воспринимать это совершенно серьезно, и потом могут быть конфликтные ситуации, особенно в наше время, когда все так сильно смешалось, то есть женщина там заигрывает, заигрывает, а у мужчины может совсем другие какие-то мысли быть. Ты знаешь, надо здесь отметить, что мужчин иногда переклинивает просто, если здесь такой уже рефлекс, выработанный на уровне генетики для продолжения рода, как ты правильно сказал, и если он видит позывы и призывы, то в этом случае многие просто не могут устоять перед этим, и опять же, это зависит от уровня развития духовности, душевности, управления своим биокомпьютером и так далее, может быть, варновость здесь тоже влияет, какой уровень совершенствования, и получается, что вот у мужчины на генетическом уровне все это заложено, ему сигнализируют, возьми меня, я хочу тебя, я хочу, ты мне нравишься, смотри, я вся доступная такая, вот, и когда у мужчины начинает слюноотделение очень такое серьезное по этому поводу, то в мозгах там уже ничего нормально не работает, там начинает уже работать что-то ниже определенной чакры, и в этом случае очень часто вот таких так называемых насильников потом спрашивают, а почему ты изнасиловал, говорят, я не могу понять, что произошло, как-то вот само собой, вроде бы нормально, там не было никаких желаний, ничего, а потом вот общаюсь, мне прям возгорает все, я чувствую, что ну не могу остаться, прям не могу остановиться, все, и дальше, и потом я уже не помню, что произошло, вот очухиваюсь только после того, как там уже все разбросано, все вещи сорваны, все произошло, она сидит, визжит там и так далее, только после того, как все произошло, У него там мозги на место приходят А потом пишется заявление в полицию или в милицию Дяденьки меня изнасиловали И мужичок идет на какой-то срок в определенное известное заведение Так что мне хочется, чтобы ты все-таки к этому подвел И разъяснил нашим милым барышням О том, что да, игрушки это все игрушки Все здорово, отлично Но есть еще, помимо игрушек, есть еще жизнь А в жизни там все по-серьезному И генетику никто не отменял Да, то есть вот женщины воспринимают это на ином уровне Вот мы немножко остановились вскользь на этой теме Немножко пораньше, да Женщины воспринимают это совершенно вот этот вот сигнал Сигнал, да, который они посылают в сексуальных пространств Они воспринимают, что это не настолько сексуальный сигнал Сколько опять-таки просто сигнал красоты Просто привлечь внимание Вот ей нравится, ей уже понравилось вот это ощущение Которое она ловит постоянно, да, внимание мужчин И она считает, что это, ах, ну что ж такого Легкий там какой-то поверхностный флет Но помимо всего, что она на себя навешивает И в себя всасывает Она действительно уже может на себя навлечь Беду именно уже, как говорится, на физическом плане То есть либо в какие-то неприятности попасть Действительно с насильником, да Либо еще какие-то моменты Которые, в общем-то, могут отразиться очень серьезно на ее физическом и на психическом здоровье То есть тут уже вот общество подходит Или где-то даже уже перешло Даже в некоторых странах или вот в некоторых ситуациях, да Общество перешло ту черту, после которой действительно уже Женщина себя подвергает серьезной опасности Вот даже просто вот Даже просто женщина должна задуматься о безопасности Ладно, пусть она там у нее какие-то странные понятия красоты Но если она будет понимать, что это просто опасно даже где-то Она может быть иногда задумывается хотя бы на эту тему А вот теперь еще давай раскроем, а чем это может быть опасно Вот многие не задумываются о том, что есть такой интересный момент Называемый телегония или еще по-древнему, по-нашему Законы Риты, да, которые называются Когда первый мужчина, он откладывает в женщине уже некий отпечаток И все оставшиеся, последующие дети, даже если они будут у других мужчин Они так или иначе будут нанести в той или иной степени печать первого мужчины Естественно, что здесь надо учитывать Оставим сейчас эти вопросы Правда это неправда, насколько это правда На мой взгляд, это все проверено У животных это действует на 99%, у людей с учетом некоторых моментов на 98%, но это все действует Так вот, и здесь надо учесть, что очень часто в полрыве страсти Когда женщине, особенно в молодых девчонках, кипит внутри огонь желаний Гормоны ими управляют, и они одевают на себя то, что лучше можно было бы не одевать Потому что что одевают, что они одевают, и так все понятно А мужчины многие тоже в этом возрасте, да и постаршие, они подвержены, как мы уже говорили, таким страстным всплескам Так вот, тогда, когда страсти владеют чем-то, то, как правило, страсть проявляют не самые лучшие самцы в сторону самочки То есть более активные с точки зрения именно самца Не мужчины, не человека, а именно самца То есть они первыми доберутся до цели, они первыми сделают все, что надо и так далее Потом женщина начинает думать Ой, что же случилось, петь руссконародную песню от Тамулия дала, то есть сомнения Вот, но все уже поздно, все уже произошло И в конечном итоге, когда уже повзрослее, она остановится И у нее появляется от любимого, наконец-то, человека Если такое случается, дети, то выясняется, что почему-то муж начинает косо смотреть и говорит А мои ли это дети? Теперь сомнения терзают его смутные Вот это все есть Но теперь необходимо нам с тобой отметить, что помимо физиологического контакта Который накладывает опечаток на женщину Есть еще энергетические контакты И вот что самое интересное В первую очередь, в первую очередь, мои уважаемые, любимые девушки На ваши вот эти все причиндалы, расфуфыривания Оборачиваются именно те, которые более возбуждаются У которых более проявлена вот эта вот низменная, низшая чакровость Которые больше такие мачо-самцы Причем самцы одноразовые, коллекционеры И вот представьте себе Вы идете по улице Как вам кажется красивые А они вас воспринимают некрасиво Они воспринимают... Мне как-то тут... Не, сейчас мне как-то объявили, что я иногда слова такие применяю А дети слушают Но вот, как ты правильно говоришь, доступными такими В очень мягкой форме мы сейчас говорим Доступные Те, которые иногда на этом деньги зарабатывают На этой доступности Так вот, и вот эти мужчиночки Вот эти вот самцы Они первым делом реагируют на вас И вот как тут написал один человек В чате Вот прям вот хочется процитировать Что очень часто такие мачи В такие мачи Они пишут одним словом Типа, я бы вдул Вот когда там кого-то обсуждают Вот прям так Я бы вдул одним словом написано То есть, понятно, да, какие рефлексы Так вот, когда человек Когда мужичок такой, самец Испытывает вот такие ощущения Вот с этим вот словом То в этом случае Свои энергетические все посылы Он этой девочке уже отдал Он ее же всю раздел Он ее же всю рассмотрел Он ее же всю потрогал И сделал все, что хотел То есть, энергетический отпечаток Женщина, девушка Уже получила По всей По полной программе Причем, очень надо учитывать Следующее Что есть мужчины С настолько сильным Вот этим посылом Что им даже не надо Женщину трогать Для того, чтобы что-то ей передать И теперь представьте Очень часто эти мужчины Возбужденные с таким посылом Они несколько на голову Ненормальные И вы что же получаете Мои уважаемые девушки Мои уважаемые женщины Вы получаете отпечаток На всю жизнь Вот этих ненормальных Активных таких маньяков Которые вас уже и потрогали И сделали с вами все Что только могли А потом вы начинаете удивляться Откуда у вас берутся болезни Какие-то То, что называется Венерические Или не совсем веренические А на тех органах Которые являются детородными Почему у вас в семье Что-то не ладится Почему мужчина на вас Постоянно ваш любимый косится Почему дети какие-то Не такие Как вам хотелось бы А это как раз Их дети Этих маньяков Этих сексуально помешанных Мачо Которые вас В свое время Вот так вот С вашей же помощью С вашим согласием С вашим призывом Достали Ну как-то так Ну да Но я считаю Что с другой стороны Надо поддержать Женщины в каком плане Что даже если такое было И вот они осознали Наконец-то То есть какая-то женщина Да Вступила там Девушка Вступила на какой-то там путь Пусть даже поверхностно Даже пока Да То есть Особо она не углублялась В какие-то вот такие Моменты Да Развратные В своей жизни Да Ну просто может одеваться Уже начала там Как-то непонятно Да еще Не очень Скажем так Ну скажем так Женственно опять-таки Да То есть Более открыто там И так далее И так далее То она конечно Со временем все равно Когда женщина начинает думать О своей жизни Более целомудренно Да То есть Есть еще такое слово Вот Хотелось бы Да Тоже Это слово Немножечко разобрать То есть Целая мудрость Да То есть Это не обязательно В том числе Женщина должна быть Еще действенной Да То есть Не об этом речь Целомудренно Это еще несколько другое То есть Целомудренная Так это женщина Именно своими мыслями То есть Все же идет от мысли В своих мыслях Она всегда Именно целомудрена То есть Она всегда Направлена На какие-то созидающие То есть Если у нее уже есть Например Муж То соответственно Мысли По отношению к мужу По отношению к семье Должны быть Всегда только В благостном Каком-то диапазоне Если женщина Пока она Не замужем Если в наше время, конечно, она бывает одна, что тоже, опять-таки, неправильно, я считаю, ну, это отдельный разговор, то она находится, пусть пока может быть, под покровительством семьи, там, отца своего, она, конечно, должна проявлять только целомудренные мысли и целомудренные чувства и ощущения по отношению к окружающему даже миру. И со временем вот эта вся энергетика, она ослабнет, и есть определенные, конечно же, техники, многим известны, да, то есть это можно все вернуть обратно или каким-то образом смягчить, ну, или очиститься даже от всего того, что женщина набрала. Но, опять-таки, зачем туда идти, то есть вот, не зная броду, лезть в эту воду. Ну, многие, конечно, лезут, но те, кто еще только-только, может быть, об этом начинают задумываться, конечно же, девушки должны осознать, что лучше вот в такое болото даже не лезть. Но вот, опять же, слово «осознать должны» прозвучало, и мы возвращаемся к той части вопроса, тем не менее оно к этому приходит, то есть так работает система. Да-да-да, вот теперь мы возвращаемся к вопросу, а как это все сделать, кто это должен делать? Сами женщины-девушки должны это осознать, да, должны что-то исправить, одеться. Кто-то скажет, давайте в паранжо оденем, кто-то скажет, давайте в монашеское оденем, сходим в магазин, где монашество продается, да, вот, или там еще что-то, или как-то они должны задумываться. Вот давай теперь поговорим, а как это все должно произойти? Вот как это должны, должно случиться? Во-первых, это все взаимно должно. Рука об руку, то есть две стороны, то есть если брать мужчин и женщин, да, в данном случае самые заинтересованные стороны в этом во всем, они должны рука об руку в этой ситуации идти. Опять-таки все это начинается с семьи. Если в семье все это заложено, если в семье это заложено, в будущую девушку, женщину, или она в какой-то момент осознала и в своей семье это хочет применить, то только в таком случае какие-то возможные улучшения. Ну, я так наблюдаю, что, в общем-то, несмотря ни на что, ни на какие-то, может быть, современные препятствия, все больше и больше людей это осознают, и многие женщины начинают по-другому одеваться. Это действительно очень сильно радует. И даже я вот наблюдаю, например, на каких-то праздниках, то есть даже посторонние люди приезжают, если они как-то одеваются, непотребно, да, на каких-то, например, праздниках уже этнических, славянских и так далее, да, они даже на таких праздниках уже приезжают и стараются все равно скромнее одеваться. То есть вот женщины где-то, где-то у них стеснительность, вот эта женская стеснительность, которая, ну, где-то вот кусочек этой жественности, да, можно так сказать, вот женщины потихонечку начинают это ощущать. То есть вот есть такие проявления уже в обществе, что вот очень радует. Вот это надо отметить тоже. Ну, ты произнес слово стеснительность. Стеснительность – это как раз… Ну, нет, нет, подожди, хорошее слово, стеснительность в данном случае, мне кажется, оно очень подходит. Вот когда я свой пример привожу как… Застень, ладно, стеснительность, застенчивость, совестливость. Вот когда я, опять же, приводил тот пример, когда я сказал девушкам, шутку эту рассказал, а потом про крачка там сказанул, да, они на следующей неделе, когда я приехал, они все были одеты более-менее потребно. Там уже не было таких вот обтягивающих чего-то и так далее. То есть уже они были более-менее на женщин похожи, а не на каких-то юнисекси, которые пришли на работу деньги заколачивать. Так вот, что с моей стороны я сделал-то? Я всего лишь навсего высмеял… Своё мнение, своё мнение высказал. Нет, я не просто высказал, я высмеял. Высмеял их форму одежды. То есть я сломал тот стереотип, который им был навязан журналами, общей манерой поведения, какими-то средствами массовой информации, где там показывают, как правильно одеваться, чего надо купить, чтобы что-то показать своё, как говорят. Ну, у вас же прекрасная грудь, но почему вы её не показываете, да, прямо на первом канале там, в апрельном шоу? Ну, у вас такие прекрасные ноги, почему вы так их закрываете там и так далее? Надо вам вот это подрезать, надо вот это вам разрезать, вот тут надо вы… Да, главное, женщины сочинство монету принимают. То есть вот ещё вот эта женская наивность, вот надо оберегать женщин в этом плане, женская наивность, это, конечно, вот тоже бьёт все рекорды. То есть ну как на такое можно вестись? Вот, да. А тут какой-то пришёл мужичок и говорит, «А что это такое вообще? Вы что, тут шлюхи, что ли, какие-то, извиняюсь, да? Доступные, слово «доступные» ты сказал. Доступные, что ли, вот тут какие-то? Что это такое за дела вообще? Что это такое за корочка выставили? Вы что там, на свинобойню, что ли, собираете, чтобы вам там лишнее убрали? Ну, просто так поржал, тупо говоря, да, 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 патроллил. Вот. И у них это сработало. То есть стыд проснулся. Может быть, и через это как-то надо там подойти, обсмеять кого-то просто конкретно. Если мы видим, что какая-то дурочка там 14-16-летняя одевается, как-то ещё непонятно, да, ну, малолетка конкретно, и с ней могут быть проблемы. Может быть, лучше над ней поржать конкретно, пальцем у неё потыкать, сказать, ой, идиотка там очередная, чтобы ей стало и показать на эти места, да. Я помню один прекрасный момент. Еду в метро, никого не трогаю. Рядом со мной сидит мужик. Ну, сидит такой мужик среднего возраста, а против него, лето, сидит такая расуфыренная дамочка, очень короткой юбки. И села, а всё, что под юбкой, видно. Вот. И он, значит, сидел, сидел, и вдруг что-то поиграть ему, видимо, захотелось. Он так взял, наклонился, прямо ей туда смотрит. Она сидит, не за такую одеться. Она ей повернулась, а он так повернётся за ней. А это... И вот что-то так не делал. В конечном итоге она встала вся красная, она просто выскочила. Ну, да. То есть вот такое поведение мужчины, оно дорогого стоит. Может быть, это казалось на тот взгляд, что какой-то пошляк, маньяк. Нет, это не маньяк, ребята. Это адекватная реакция человека, который утрировал эту реакцию, показал этой дуре, кто ты такая и есть. И что мужики от тебя хотят? Он её не изнасиловал, он её не обозвал. Он просто показал ту реакцию, которая у нормального мужчины, у нормального, который ещё там способен что-то делать. Он просто её показал, что это такое. И женщине этой девушки стало стыдно. Вот. Потом был ещё такой случай. Ну, вот сейчас я петь. Расскажу мне, я петь сейчас ругать буду, там, когда бабушка подошла. Давай, давай, я другой случай расскажу. Давай, расскажи, а то меня сейчас тут забьют прям. Да, да. Ну, во-первых, я считаю, что надо реагировать по ситуации. То есть если можно как-то благостно женщине объяснить, да, вот в режиме благости, может быть, это на неё лучше сработает. Тогда уже да. Если она как-то не понимает, и тебе очень за это обидно, как говорят, за державу обидно, то можно, конечно, перейти на какие-то более такие яркие примеры. Может, действительно, женщина грубела, ей нужны какие-то яркие образы, чтобы как-то ей там всё это растребушить в душе. Ну, может быть, может быть. Вот. Но я всё-таки сторонник благостных таких воздействий. И вот был такой случай. Еду на машине, ну, небольшая медленная скорость, у меня открыто окно, и проезжаю мимо детей. Почему скорость снизят? Дети на обочине играют. Две девочки. И с их стороны вот просто сильнейший грубый мат. Я вот просто такого мата, я даже не от всех даже мужиков, как говорится, деревенских каких-то там, которые на лесопилке работают, слышу. Да, ты с навёза достал ботан, сказал, девочка, повтори, пожалуйста. Я не успел. Нет, я просто замер. Я просто замер, и мне так стало неприятно. Нет, я ничего, шутить уже не стал. К тому же, я смотрю, но они напротив дома играют. Ну, что же, сейчас я остановился, и к девочкам подошёл. Что тоже тебе подумают, да, например, кто в окно. А я смотрю, в окно кто-то смотрит. Чего это я остановился? Ну, я вышел, я просто не смог мимо проехать. Я подошёл к этим девочкам. Девочкам было, ну, не знаю, может, первый-второй класс, не больше. Я говорю, девочки, вы знаете, что вот такие вот вещи, вот такие слова вы говорите. Я ему всё-всё очень подробно, вот прям, я не мог даже мимо проехать. Извращенец. Извращенец. Ты малым детям рассказал всю анатомию, биологию. Нет, я ему сказал, вы такие плохие слова говорите, говорю это потом, может очень плохо отразиться на том, что когда вы вырастете, на вас это повлияет, и у вас, ну, может из-за этого жизнь в не очень хорошую сторону пойти. Поэтому, когда вы, говорю, ругаетесь, вы на самом деле себе делаете очень плохо. Вы должны об этом знать. Поэтому вам надо разговаривать. Только вежливо, как девочки. Они на меня так глаза выпучили. Ну, как бы этот диалог был более в таком детском режиме, да, рассказанным. Но они на меня глаза выпучили и очень сильно задумались. То есть им никогда никто не делал замечания. То есть они на улице, напротив своего дома, ругаются матом очень громко. Ну, просто разговаривают даже. Не ругаются, разговаривают. Вот. И женщина за окном посмотрела, ну, вроде всё нормально, видимо, это мама. Ничего не сказала, не выскочил никто. Ну, я силой поехал. Но факт в том, что девочки, они просто задумались. У них глаза были стеклянные. То есть им никогда, видимо, об этом никто не говорил. То есть бывает такое, вот я к чему подвожу, бывает такое, что женщине просто никто даже ещё об этом ни разу не сказал. Она в такой среде, может быть, росла. И даже просто ей нарисовав последствия вот такого поведения или последствия таких разговоров, уже если женщина, она ещё не до конца, особенно вот дети маленькие, да, или подростки, может быть, молодые девушки, они-то намного ярче ещё, они ещё не задеревенели, они намного ярче вот это всё воспринимают. И достаточно просто это всё расписать о последствиях. Я думаю, что мало какая женщина, просто опять-таки, всего своего глубокого восприятия просто мимо пройдёт против таких речей. Я всё-таки думаю, что вот такой подход тоже эффективен. Ну, с маленькими детями я с тобой согласен. Просто я-то рассказывал про тот возраст, где уже начинают гормоны играть. Тут ты просто рассказал всё-таки не про форму одежды, а про высказанники, которые они у своих родителей или близких людей слышали, или, может быть, в своём окружении. И для них это норма. Вот ты эту норму сломала. Это хорошо. Примерно то же самое, когда я еду и вижу следующую сцену. Едёт такая детвора тоже примерно, там от первого до третьего, может быть, четвёртого максимума класса. И жарко пьют бутылку с какой-то там дрянью газированной. И последняя, значит, девочка берёт, такая самая старшая, и бросает. Причём бросает, а помойка вот находится в 20 метрах от неё. Я так раз в сторону и бросает, как это в рекламе показано. Там выпил и бросает. И бабушка такая счастливая. Ой, мой там внучок выпил это средство, теперь он там умный стал и так далее. На роликах он теперь может кататься. Такие рекламы я видел в своё время. Вот, то есть, скопированная полностью реклама. Я останавливаюсь. Я так опускаю окно. Ну, в машине тоже ехал. Говорю, девочка, подойди сюда. Ну, они подходят. Здрасте, здрасте. Я говорю, ты бутылочку зачем бросила? А она такая, а я сейчас её в помойку брошу. Я говорю, я знаю, что ты в помойку бросишь. Но почему ты себя как свинюшка ведёшь? Ты же человек. Она покраснела в моих глазах. Я говорю, ты, конечно, её вбросишь сейчас в помойку. Обязательно. Но ты задумайся, а почему ты её бросила здесь? Разве это хорошо? Разве так можно себя человек вести? Так идут себя свиньи. Если ты свинья, то можешь делать, что хочешь. Если ты человек, тогда вон, пожалуйста, помойка. Вот запомни, где место этим бутылочкам. Всё, и закрыл, и поехал. Она бегом схватила эту бутылку. Её там детвора, все вот так пальцем на неё показывали, смеялись, что на неё, то есть ей было стыдно. И детвора вот так обхихикала её. Это было ей стыдно дважды, вдвойне. И она побежала, бросила. Вот, мы-то в данном случае говорим и про такие примеры, хотя это тоже очень важно. Это касается не только девочек, но и всех остальных. Мы говорим про форму одежды, про поведение вообще. Как они одеваются и что дальше происходит. И вот здесь, вот один из вариантов мы рассмотрели. Когда просто обсмеять. Когда просто мужчина проходящий может обсмеять, и чтобы женщине стало стыдно, чтобы она задумалась, а кто она? Она женщина или она доступная какая-то профессиональная, вот такая вот, которая вот там-то и которую вот там-то. Вот, что мы вот этим добились? Какие ещё варианты есть? Как ещё можно повлиять? Что ещё можно донести? Видите, вот мужчина, понятно, ты можешь обсмеять, ты можешь там что-то ещё сделать. Какие ещё варианты? Пристыдить, вот как мы говорили, да, просто. Ну, какие ещё варианты? Ну, если это, как говорится, идёшь по улице и такое встретил, особо, конечно, это каждую, ну, не первую, если, да, останавливать придётся, если так, ну, смотря какие ещё параметры стандартные у каждого, конечно, блядящего в голове, но факт в том, что чуть ли не каждую первую, как говорится, придётся останавливать. Поэтому это всё, опять-таки, должно идти из семьи, то есть, если на уровне семьи каждый мужчина, будь он там отец, ну, берём такой вариант, что всё-таки мужчина какой-то рядом есть, да, либо это муж, если он на это внимание будет обращать, я не думаю, что женщина поперёк, может, таких каких-то, скажем, высказываний пойдёт, если это дочь там или жена, ну, чё, ну, пусть она какое-то время, может быть, будет недовольна этим, но со временем всё равно у нас задумается, то есть, не просто нельзя и всё, да, вот, всё, паранджай и всё, а почему паранджа, да, ну, так я шучу, конечно, а почему, а почему, не объясняя, да, почему надо, например, какие-то другие одежды носить или как-то по-другому разговаривать, или ещё какие-то, то есть, вообще, вот, я разговаривал ещё с другими женщинами, да, и вот они, они такую, с одной женщиной, она такую мысль выразила, что вот женщине надо развивать в себе те качества, которые воодушевляют мужчину на возвышенное отношение к ней, как к женщине, с большой буквы, то есть, женщине надо обратить внимание просто на другие какие-то проявления в себе, проявления женственности в себе, то есть, в той же самой одежде другие какие-то взять на себя внешние проявления, то есть, если славянская какая-то культура соответствующая, просто пусть они будут как-то более-менее в современном, к современному обществу подходящие эти одежды, где-то, может быть, они переделаны, но в целом стиль сохраняется, то есть, хорошие краски, хорошие одежды, то есть, глаз радует, почему, почему надо одевать, ну, непонятно, какие-то, какая-то навязанная высокая мода, то есть, я вот очень долгое время, например, раньше не понимал, что такое высокая мода, как ее, кто ее генерирует, кто ее вообще навязывает, пока вот все это не стало у нас в открытых источниках, ну, что это просто действительно кучка людей собирается, как правило, это извращенцы какие-то действительно, и вот они принимают такое решение, что вот в этом году мы давайте будем длинно или коротко, или там вообще без ничего, или там черта, там черта и больше не черта, вот типа того, да, есть такой анекдот. То есть, женщина должна обратить на это внимание, вот если мы возвращаемся к этой теме, на то, что именно воодушевляет мужчин в ней, потому что есть такие качества, которые мужчине недоступны, то есть, его привлекает то, что в женщине есть, а в нем нету, и женщина должна только хорошей стороны, конечно же, этого, если она хочет каким-то образом перед мужчиной показаться, да, в каком-то открытом виде, она должна понимать, что она только перед своим мужем может таким образом себя проявлять, и тогда будет ей действительно только благостные различные последствия. А если это она делает непонятно где, то, в общем-то, в итоге, как ты сказал, что будет мишанин. То есть, образы, различные мысли, формы, чувства и так далее, и так далее. Ну, просто ее запинают, в конце концов, вот эти все мысли, и по наклону, по наклону дорожки женщина может просто скатиться. Причем, у нас сегодня эфир такой, один человек воспитанный, вот, а второй, типа, я-то, который так вот... Это добрый полицейский другоплан. Да, а второй такой, типа, меня, который всякие там гадости про женщин рассказывает и так далее. Ну, хорошо, значит, с подменой разобрались. Как же привлекать себе внимание своей непростой внешностью, или непристойной внешностью, поведением, речами на плохие похотевые мысли и чувства, принимает в себя. Вот об этом мы тоже поговорили, да? Вот. Ну, теперь, наверное, примеры какие-то еще приведешь, или уже дальше пойдем? Да, дальше пойдем, да. Вот хотелось бы к следующему пункту перейти. Тоже такое странное современное вырождение – феминизм. Ой, прям страшно. Я считаю, что это вообще просто навязанный такой образ, очень сильный. Ну, начнем с самого первого пункта. У меня тут есть некоторые просто соображения. Я вот заглянул в различные источники. Что такое феминизм? То есть у меня какой-то был образ на феминизм. Это женщина ведет себя как мужчина. Вот у меня такой образ обычно формировался. Такая лом-баба, да? Да, да. Я заглянул. Оказывается, там целая статья в той же самой пресловутой. В Википедии, в других источниках. То есть не все так просто? Да, оказывается, там тоже самое избирательное право. То есть это тоже оказывается завоевание феминизма. Но на сегодняшний момент каждая нормальная женщина, ну да, ну действительно, вот я вот хожу куда-то там, голосую, или сама могу свою кандидатуру выдвинуть на какой-то пост, например, президента, к примеру, да, или еще кого-то. Какого-нибудь депутата. Ну и чем это плохо, ну и хорошо, пускай миром управляет. Так же они думают, мы же равны. Вот так здесь, да, здесь тоже некогда такой крючок находится. Ну действительно, то есть вот играет где-то на таком коротком женском самолюбии, ну недостаточно, женщина если глубоко продумывает вот эти все моменты, да, конечно может купиться. Почему? Потому что, ну действительно, ну что, я пойду голосовать, я имею право. А зачем ей это надо? И нужно ли ей вообще в это вникать? Вот этот вот вопрос ее, конечно же, в голове у нее не возникает. Конечно, некоторые женщины могут пойти там, например, в какие-то, может быть, структуры, где вот избираться там надо, может быть, какие-то государственные и так далее, и так далее. Но я не вижу там женственности. То есть если вот брать женственность, я не вижу там женственности. Какая там может быть женственность? Если женщина задумается, если она на каком-то посту какого-то там министра или там какой-то депутата, У него постоянно вот этих всех вопросов не очень семейные, да, в голове мишени накрутятся. И соответствующее у него поведение, соответствующие навыки. То есть, ну, все работает на это. А раз все на это работает, ну, естественно, никакой женственности нельзя говорить о такой женщине. Поэтому избирательное право, ну, оно еще чревато тем, что, опять-таки, женщина в социальную среду, в политику и вот во внешний круг начинает ориентироваться, хотя она больше предназначена для внутреннего круга, для семейного очага, скажем так. То есть, это более, опять-таки, женственные, более это по ее природе. Ну, вот, также у нас имелось в прошлом копное право, где был единый голос просто из семьи. Если брать такие уже более строгие традиции, то муж и жена, они какое-то имели единое мнение, которое муж выражал. Этого было вполне достаточно. Также и мужи занимались тем, что какие-то средства управления держались в своих руках. То есть, в основном, это были мужчины, которые выбирались по цепочке. То есть, там, 10 семей одного, ну и так далее, там, потом 10 этих выбранных еще одного. Ну, и пошло по цепочке, в итоге выбирали уже главного представителя, да, какого-то народа. Вот, поэтому я считаю, что это вообще ошибочное право. Ни к чему хорошему женщину не поведет, только отрывает ее от родового, от семейного гнезда, от ее предназначения. Потому что неразрывная сторона женственности – это, опять-таки, материнство. То есть, женственности, материнство, они неразрывные, они перетекают друг к другу. Вот сейчас, наверное, многие девушки современные, не феминистки даже, нет, взводят, скажут, ага, ты нас опять засовываешь на кухню, стирать тебе твои вонючие порты, да готовить тебе там еду, да что-то нас свиноматок хочешь там превратить. Ну, мы подойдем к этому вопросу немножечко позже. Хорошее замечание, но это, я думаю, такой образ тоже где-то навязанный. Но мы на нем попозже остановимся. Вот если про феминизм говорить дальше, вот следующий момент, да, право на контрацепцию. Право на контрацепцию – тоже такое обманчивое явление. То есть, вроде бы, мужчина такой бессильный, он не может ничего контролировать. Вот он там, произошло неусоитие, он там не сдержался, у него там произошло семяизвержение, женщина забеременела. Вроде никто ничего контролировать не может. Женщине предлагается современный выход какой, что какие-то надо таблетки пить гормональные, либо какие-то ставить устройства в самые свои внутренние нежные органы, скажем так, да. То есть, вот спиральки там какие-то или еще что-то, или вшивать сейчас под кожу, вшивают определенные ампулы, которые дозированы, выдают под кожу тоже. Жуть какую-то рассказываешь. Ну, вообще, да. Я не знаю, когда об этом… Это уже давно идет тенденция, но когда об этом узнал, ну, что-то под кожу. Или мужчинам контрацепцию предлагают. Вот мы упоминали в прошлом эфире, что, в общем-то, это прерогатива, право на контрацепцию – это тоже выдуманное право, это, в общем-то, прерогатива мужчины. То есть, если мужчина обладает определенными качествами, уже тоже как мужчина, и может различать семяизвержение и оргазм, кто не слышал, может быть, могут послушать прошлое эфирное про мужчин, то тогда в определенный момент, когда уже супруги решили завести детей, то мужчина просто уже непосредственно, скажем так, получает оргазм и семяизвержение, позволяет своему организму произвести семяизвержение. Женщина начинает уже. А если это не надо, то просто происходит уже любовный такой акт, соития, который просто именно на другом уровне. То есть, происходит уже просто духовное такое соитие, ну, в данном случае, например, не предполагались бы, да, просто какие-то другие моменты. Хотя этот момент тоже спорный с точки зрения родить ребенка, не родить, забеременеть, не забеременеть. На мой взгляд, если у вас это происходит, то не надо бояться того, что вдруг появится ребенок, потому что это все естественно. Да, это все естественно, и сколько бы там ни было детей, это все будет только к лучшему. Не надо там этого всего бояться. Сейчас очередной там миф или клише такое построено, что, ну, вот надо как-то сначала там квартиру, машину, что-то там еще, образование какое-то в обществе, положение, и уже после этого думать о детях. Да и детей должно быть там один, ну, может быть, два от силы. Вот, как-то так. Вот эти вот тоже, это уже касается всей семьи, наверное, не только женщины, а только мужчины. Да, и такому лично семья тоже должна поддерживать. Если выходит девушка замуж, да, конечно, родители должны присматриваться, что же это за молодой человек. И молодой человек, в свою очередь, если уж так более-менее возможный вариант в наше время осматривать, он тоже должен, его семья, они как-то должны тоже об этом задумываться и предоставить. Ну, как раньше было там, вот, создается семья, и у коня, и хату, да, и корову, к примеру. Ну, по тем временам надо. Да, но я к тому, что не надо этого бояться, и это все естественно. И если правильно ребеночка выкармливать, если все будет хорошо, то в этом случае и количество детей, деток будет именно такое, которое вам необходимо, для того, чтобы ваша семья была полноценная, чтобы ваш семейный союз был тоже полноценным, то, что каждый ребенок привносит что-то свое, очень важное в семейные отношения, и семья, в общем-то, ну, вполне хорошая. Тем более, что сейчас такая тенденция идет, переводят людей на самообеспечение в старости, и уже там на какие-то пенсионные вот эти вот пособия, дотации как-то рассчитывать особо не приходят. Поэтому надо вернуться к нашей древней мудрости, что ваши пенсии – это ваши дети. Чем больше у вас детей, тем стабильнее ваша старость, тем стабильнее ваше уже положение в вашем преклонном возрасте. Надейся на себя. Так вот, возвращаемся к феминизму. Как-то я уже в одном эфире говорил про то, что было такое замечательное интервью, но оно остается в видео. В Ютубе есть, можно найти. Рон Руссо, насколько я помню, он общался с Николасом Рокфеллером, и там они касались вопросов жизни, устройства нашего общества. И как-то Николас спросил Рокфеллер, феминизм – это что такое? Ну, Рон, он стал отвечать примерно то же самое, что сначала говорил, что это когда женщина свободна, что когда она такая-сякая, самостоятельная и так далее. А он говорит, а кто это придумал? Говорит, ну, это само собой. Вот Николас говорит, нет, это придумали мы. Говорит, что значит вы? Ну, вот говорит, смотри, раньше работали только мужчины. Женщины сидели в семьях, женщины занимались домом, женщины занимались детьми, были полноценные семьи, мужчина был добытчиком, женщина была берегиня своего дома, занималась детьми и так далее, воспитанием. И нас это не устраивало. Поэтому мы сделали так, что теперь облагать налогами можно было не только мужчину, но и женщину. Мы внушили женщинам то, что они равноправны, что они должны так же работать, как мужчины, они должны так же делать свою жизнь, и что мы получили в итоге. Теперь мы овлагаем налогами и мужчин, и женщин, но это только половина нашего успеха. Самый основной успех наш то, что теперь дети принадлежат нам, потому что телевидение и средства массовой информации принадлежат тоже нам, и школы, и образовательные учреждения тоже принадлежат нам. И мы теперь воспитываем детей так, как нужно нам. То есть мы получаем с этих идиотов двойной доход, и мы еще управляем детьми. Вот что детям в голову вложим, то они и будут делать. Вложим им голову, чтобы они маму с папой пристрелили, и они пристрелят маму с папой. Это уже не вопрос, просто вопрос, нужно нам это или не нужно. Ну, я так утрирую, несколько от себя тяну уже несу, но суть вот к этому сводилась. Хочешь победить народ, воспитая его детей. Да, так что феминизм, это как раз не просто так борьба с женщиной за свои права, а это очередное идиотство, саморазрушение не только женщины, но и семьи, и общества в целом. Давай дальше, значит, с избирательным правом разобрались. Право на конституцию тоже, наверное, понятно, что это тоже, скорее всего... Выдуманное, выдуманное из пальца вообще просто. Да, и вот теперь самое страшное, право на аборт. Право на аборт, тоже выдуманная абсолютно система, которая просто ни в какие ворота не лезет. Почему? Потому что, ну, как можно об этом, опять-таки, женственность, да, и материнство, как мы говорили, это неразрывные две цепочки. И вот как мать, она может вообще задумываться об аборте. То есть такое искажение в голове у женщины должно произойти, настолько она должна уже уйти действительно куда-то в сторону, что у нее появился нежеланный ребенок, и вот она решила от него избавиться. Это должно... Ну, может быть, в наше время надо законодательно уже жестко запретить. Но со временем просто у людей из головы вот этот выветрится, что это вообще-то такое можно и вообще женщина способна, только если показания здоровья. То есть это, давайте начнем, любой аборт – это убийство. Вот с этого давай начинать. И на твой взгляд, насколько я успел расслышать, что возможен аборт только в том случае, если есть какие-то показания медицинские, если угроза жизни. Да, жизни, да. В других случаях это невозможно. Да, да. Только в одной ситуации женщина, она может сказать, нет, я лучше ребенку жизнь дам. Ну, понятно, да, это самопожертвование. Это ясно. Потому что многие молодые девчонки, они не задумываются о том, что любой аборт – это уничтожение их самих. Не то, что они даже убивают кого-то другого. У многих даже в голове это не может как-то проясниться. А это убийство их самих. И в дальнейшем случается такое, что они просто не могут уже, когда захотят, кого-либо родить или рожать каких-то уродов, выродков. Такие случаи тоже уже неоднократно случались. Это искалеченные жизни, искалеченные судьбы. Сейчас и так уже очень много стало женщин и мужчин, которые просто физиологически не могут иметь детей. Ну, просто физиологически. То есть нажирались от этих всяких ГМОшек, наелись от этих всяких добавочек Е и прочего, которые там что-то консервируют, что-то там растворяют. Что они теперь просто не могут или зачать, или забеременеть, или выносить. Это же самое, контрацепция. Да, конечно, конечно. Вот это все надо учитывать. Это же микроаборты. То есть вот контрацепция, это микроаборт. То есть женщина должна понимать механизм работы контрацептивов. Кто не знает, это микроаборт. Убийство на более ранней степени. Да, да. Постоянный микросброс идет плода. Просто он идет в виде каких-то, может быть, обильных, мечтных, иногда или вообще не проявляется. А это микроаборт. То есть женщина пьет контрацептивы и не подозревает, что у нее каждый месяц практически может такое происходить. Что аборт у нее происходит в организме. Да, вот это все надо понимать и понимать, что это угроза. Система еще поощряет. То есть вот приходишь к гинекологу, женщина приходит, ей же ничего не говорят, пройти до души, разговор никто не ведет. Или идет разговор вообще о том, что и ребенка-то еще нет, просто там какой-то организм. То есть идет все на этом уровне. То есть эта сторона медали, то есть те же самые клиники, они заинтересованы кровно в этом, во всем. Такие абортарии они превратились. И там это называется плодом. Не ребенок, это плод. Плод, представляете, у вас зреет плод. А сколько вашему плоду? Ой, моему плоду там, например, 3 месяца. Ой, как хорошо. А в каком здоровье ваш плод находится? Вот в хорошем. А нет, вот здесь плохому. Тут, пожалуй, надо бы вам аборт сделать. Да, вот тут, пожалуй, надо задуматься. А вы что, еще не придумали, что аборт? Смотрите, дальше тянуть нельзя. Дальше уже и начинается, и начинается. Да, даже вот на сегодняшний момент я просто не могу даже, вот у меня нет даже слов передать действительно такие ощущения, когда вот женщина, она вот избавляется от этого, то есть до какой степени она должна уже закрыться и вот от этой женственности уже от материнства отойти, что, во-первых, она допустила такое, да, не осмотрительно по какой-то там своей причине, а потом решил избавиться от ребенка. Это страшно. Здесь надо, наверное, поднять следующее, что есть физиологический ущерб, который наносится себе самой, любимой, и потом ты можешь стать нелюбимой, потому что ты не можешь своего любимого мужчину удовлетворить только тем, что обеспечить, вернее, продолжение его рода. А если женщина не способна обеспечить продолжение рода мужчины, то как бы сейчас современные мужчины не были заторканы, зачуханы, все равно они каким-то образом умудряются оставаться мужчинами. И если женщина не способна продлить его род, то мужчина, как правило, начинает смотреть на других женщин. Вот это надо, вы должны себе четко это понять, почему мужик начинает гулять. Да он начинает гулять потому, что он видит других женщин, потенциальных будущих мам его ребенка. Причем он даже может не думать о том, что он с ними в ЗАГС пойдет или с вами разведется. Просто-напросто он в них видит самочек, которые способны родить ему детей. А как он видит самочек? Он видит самочек в следующем, что вот он встречает их опять же на улице, с чего мы говорили, да, и у него тут грудь поднята, значит, детей, она может скормить животик плоский, значит, там она еще не занята, таз широкий такой, обтекаемый такой, женская гитара такая ходящая, вилончель, да. Вот, он выносит, значит, здоровый такой, ноги крепкие, стройные там и так далее. Ну и там еще более-менее что-то на голове там нарисовано. Вот. Хочешь, не хочешь, а дальше дома вспоминать что? А дома такая неудачница сидит, которая не может тратить детей, она переживает, страдает. Вот, она уже сделала себе карьеру. На карьеру она идет такая же расфуфыренная, а домой она возвращается, она себе это все смывает, сбрасывает. Она предстает для мужчины в каком виде? Ну, в непотребном виде. В лучшем случае за трапезном, а так непотребном. То есть там халат какой-нибудь, подтертый, истертый, небрежный, волосы не пойми какие, тут все уже стерто, смазано, а он-то на улице видел другие картинки, а вы-то еще ему не можете детей обеспечить, ну и так далее. А потом, что же вы удивляетесь, что ваш мужик пошел в сторону? Что же вы удивляетесь? Где яйцо, где курица, что вперед началось? Да, и вот это все, естественно, взаимосвязано все. Поэтому вы должны понять, что если вы изуродовали себя физически, если вы не можете родить детей, то мужчина понимает, что что-то с физиологией не так, а подсознание, такая штука, не обманешь. Это он мудроствовать может сколько угодно. А на уровне-то подсознания он понимает, что вы недоброкачественная, что надо как-то менять лошадку, да, вот, не вытягивает. Дальше он видит примеры, где куча таких вот соискательниц огромное количество, которые «возьми меня, возьми меня, я готова, я готова», сигнализирует, да. А домой приходит и видит вот такое что-то непонятное, которое с работы пришло, выжатая, вся, как не пойми что, ну и так далее. То есть это все надо понимать. И дальше начинаются проблемы по здоровью элементарные у женщины, которая постоянно делала аборты. И это тоже надо все учитывать. Это постоянные мигрени, это какие-то боли в спине, это какие-то там суставные боли, да много там чего. Это какой-то характер плаксивый и так далее, и тому подобное. И тянуть меня на себя, конечно, эта женщина уже ощущает, она, даже если ее там усыпили, еще что-то, она через это все прошла. Конечно. Это уже психически где-то нездоровость уже, ну как, уж извините, женщина, кто такое пережил, но психическое нездоровое состояние, оно уже присутствует, оно может подавлено. Конечно, конечно. Там как-то забыто, но оно все равно на выпаде. Вот, и мужчине просто это не нужна такая женщина, должны понять, что если вы, вот так вот подводя два вот этих пункта, да, с левой в один, если вы одеваетесь для чужих мужчин красиво, идя на работу или на какую-то гулянку, а дома вы выглядите как непонятно кто, то это сигнал мужчине того, что что-то в доме происходит не так. Так, женщина любит кого-то другого, но не меня. Это первое. Второе, что если вы не можете продлить род мужчины, то в этом случае мужчина думает, что что-то здесь тоже не то, что-то там неполноценно. И если вы делаете карьеру на стороне, то у мужчины так или иначе есть ощущение, что опять же что-то в доме происходит не то, потому что женщина не является женщиной. Дом пустует. Это не берегиня. И вот когда вы все вместе это сложите вместе, когда все это вместе сложите, вы найдете кучу ответов на те вопросы, которые вас постоянно мучили, которые постоянно в подсознании долбились у вас. Что же происходит? Почему вот мужчин начал пить? Почему мужчина начал гулять? Почему мужчина там решил со мной развестись? Почему мужчина в депрессии постоянно? Почему он такой никакой? Почему он не может сделать так, чтобы я забеременела? беременела, почему он на руках, в конце концов, меня не носит. Вот когда вы поймете свою женственность, физиологию, кто вы на самом деле, для чего, то тогда у вас все выстроится. И тогда все будет на своих местах. До тех пор, пока вы будете оставаться вот этой эмансипированной сучкой, извиняюсь, другого слова не подберу, которая стремится на работе выложиться, а дома отдохнуть, в этом случае вы работаете на дядю, но не на семью. В этом случае вы работаете на другого человека, но не на семью. В этом случае вы показываете все прелести другим людям и привлекаете других самцов. Ну, а здесь скроется много чего другое. Ну, вот по поводу твоей последней реплики, в природе феминизма нет. То есть вот в природе опять-таки феминизма нет. И если обратить внимание на подобие, то тоже надо на эту тему задуматься. То есть среди животных принята у каждого какая-то роль определенная. То есть если это самец, он самец. Если это самка, она самка. Они местами, им даже в голову такую не придет. Зачем лишнее на себя брать? То, что тебе не свойственно и ничего не получится. Это как вот сказка есть такая, да, что дед там взял на себя женские обязанности, бабка взяла мужские, и ничего из этого у него хорошего не получилось. Они там весь день пропырхались, каждый на каком-то своем определенном фронте. Там мужчина на женском, женщина на мужском. Поэтому в итоге они пришли к выводу, что надо все равно, чтобы каждый занимался своими делами. скажем так. Вот такая реплика. Нарада пишет. Как насчет аборта после изнасилования? Ну, я в такой ситуации, как говорится, не был. Ой, слава богу. Ты как-то спокойнее стал на душе. Ну, такой момент, что, конечно, женщине надо самой решить. Почему? Потому что этот ребенок, это в данном случае, он противоречивые чувства вызывает, конечно же. С одной стороны, это часть ее, а с другой стороны, это часть, конечно, того вот изверга, да, не побоюсь этого слова, который вот такой сделал. А знаешь, я даже затрудняюсь сказать, это я думаю, что женщина должна уже сама это решать. Ты знаешь, с одной стороны, это ее часть, с другой стороны, это, конечно, вот такой момент. Я понял, дилемма твоя ясна. Я так вот хочу спросить женщину, уважаемая женщина, которая стоит перед таким выбором, а ты мне, пожалуйста, разъясни идиоту, а в какой случае 99% изнасилований случается современных? Я понимаю, раньше враги на конях горячих воровались в селении, перебивали всех мужиков и всех девок, кого не могли с собой захватить, насиловали. Это я могу понять. Банда какая-то там влетела и кого-то там захватила изнасилование, тоже могу понять. Но когда 99% изнасилования, случаев изнасилования, это случается с теми, кто вот таким образом одет, про которых мы вначале разговаривали в нашей передаче, то в этом случае я задаю вопрос, а кто в данном случае явился причиной изнасилования? Кто создал условия для изнасилования? Кто сигнализировал, что я доступна, что возьми меня? Это первое. А второе, тут уже надо вопрос мужикам задавать. Если сейчас же очень много изнасилований от людей, которые приезжают сюда на работу к нам в Россию, так называемых гастарбайтеров, надо мужиков спросить. Мужики, а каким образом вы допустили того, что в вашей стране хозяйничают вот эти вот самые гастарбайтеры или те, кто этих гастарбайтеров сюда привез? Каким образом вы перестали быть хозяинами своей земли? Каким образом вы превратились в некоторых слезняков, которые не могут на своей земле ничего сделать, кроме как быть раздавленными? Вот это вопрос к мужчинам. То есть у меня два вопроса, к женщинам и к мужчинам. Да, вот еще хотелось бы о таком моменте упомянуть, что вот если женщина оказалась в такой ситуации, насколько это она сможет осуществить, вот то, что я сейчас скажу, это другой вопрос. Но есть такие методики и даже такие были случаи спонтанного рассасывания плода. То есть вот есть такой механизм, он проявляется в данном случае, вот если взять яркий пример, кенгуру. То есть если самка кенгуру, беременная кенгуренка, на любом сроке, кстати, по-моему, там за две недели до родов даже еще такой может в обратную сторону повернуться, видит по каким-то причинам, ну, кормовая база страдает, там засуха, я не знаю, нету травки или еще что-то, или опасность какая-то серьезная, или засуха, то она никакими особыми сознательными своими мыслями это не запускает, а просто организм сам это распознает и включается организм просто обратный, рассасывание плода. То есть такое наблюдалось, кстати, и у женщин, у людей, ну, вот у женщин, у людей. У людей тоже такое наблюдается, и вот были случаи, когда у женщины она в данном случае сознательно это сделала, объяснила ребенку, что вот она совершила определенную ошибку, сейчас она не может его принять в этот мир, и вот просит его позже прийти. Ну, что-то в этом роде, да, вот такие разговоры она вела долгое время со своим ребенком, по какой-то причине она не могла, да, его воспитателя родить, какие-то у нее были препятствия, и вот плод рассосался, и такие случаи неоднократные. Либо это просто женщина особо ни о чем не задумывалась, просто такое время тяжелое. То есть были такие случаи, когда плод в обратную сторону рассасывался. То есть душа в таком режиме уже в благостном уходила, не было вот этого убийства, не было прерывания как-нибудь чьей-то, ну, чьей-то вот именно чего-то воплощения, да, какого-то. Ну, понятно, без насилия, исправления ситуации. Да, да, это тоже есть. Ну, другой вопрос, как вот, насколько женщина вообще готова, если она, во-первых, допустила в своей жизни, да, вот такой шаг, что привлекала мужчину насильника, потом это произошло, она забеременела, насколько готова это наосознать и вообще-то понять, поверить, это уже другой разговор. Но, тем не менее, такой тоже вариант вот есть. У нас еще один, я понял, у нас еще один пунктик такой есть, что противопоставление мужчины и женщины в современном мире, вот давай его раскроем. Да, ну, момент такой, что противопоставление, вот феминизм, если мы вернемся к феминизму, то феминизм предполагает, что мужчины и женщины, они противопоставлены в жизни друг другу. И вроде бы как женщину надо вообще отделить от мужчины, это отдельное какое-то существо, у нее свои права, такие же, как у мужчины, другие, какие она захочет. А на самом деле, мужчины и женщины, это общий организм, две стороны одной медали, скажем так. И им надо стремиться именно к тому, чтобы они дополняли друг друга, ну, как замочек и ключик, то есть, естественно, что женщина, это огромный океан энергии, но без вектора. А мужчина, это тот вектор, тот ключик, который этот замок может открыть и вот направить определенную вот эту энергию, вот этот океан энергии в определенное место, определенное какое-то место или в определенную какую-то жизненную ситуацию. Для этого им надо стать действительно общим организмом, чтобы они друг друга чувствовали и могли построить свою жизнь, если мы говорим уже о том, что женственность, она в материнстве, материнство, это бессупружество, уже тоже мы не будем рассматривать, будем рассматривать к тому, к чему надо стремиться. То в таком случае и интересы у женщины, они, и у мужчины, они формируются общие, то есть, в идеале, конечно, семья, она общими интересами живет. И тут нет вопросов о карьере. Если женщина хочет, где-то успевает, или муж хочет этого, или как-то они взаимно хотят, она может мужу в чем-то помогать, в чем ей опять-таки тоже интересно автоматически, потому что у них интерес это общее. То есть, они нашли такие решения в своей жизни, где действительно они живут и наслаждаются общением друг с другом, и не пытаются противопоставить такие вещи, которые просто должны быть общим организмом. это как левая рука против правой, там, левая часть мозга против правой части мозга. То есть, вот это вот улучшили, но это вообще так притянуто за уши, что вот видно очень сильно это. Но, тем не менее, многие почему-то клюют и не знают по какой причине. Опять-таки, промывка идет мозгов. Причина, да, промывка мозгов. И уже поколениями. То есть, где-то уже вот этот феминизм, сколько он начал? Ну, не знаю, лет 20, наверное, назад, 25 начали об этом говорить. То есть, уже сформировалось определенное женское поколение на этом. Не-не, на самом деле в Советском Союзе феминизм присутствовал только в скрытой форме. Да, когда женщина могла быть депутатом, когда женщина могла быть ударником-стахановцем, кем она только там не могла быть, вот, и там, многостаночницей. И, в общем-то, здесь феминизм присутствовал, и многие женщины стремились быть похожими, но не, этот феминизм был более такой мягкий, возлагались на женщину определенные, как бы, надежды, что, будучи ударницей, стахановцем, многостаночницей, она все равно будет каким-то образом в семье присутствовать и воспитывать детей. Но, так или иначе, разрушение уже тогда было заложено, особенно в самые-самые первые, так называемые, дни советской власти, когда были и комиссарки, и многие другие, которые просто рубились, защищая, так сказать, советскую власть и светлое будущее. Ну, и потом... Семья еще коммунальный, не секрет, пропагандировались в начале на Назаре советской власти, это коммунальные семьи, где считалось, что был вопрос открытый, но захотели, захотели, пошли там. Да, 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 вот, это все присутствовало. Другое дело, что именно феминизм в том современном значении, в том смысле, который ты озвучил и в справочнике подсмотрел, он появился вот не так, в общем-то, и давно, это, может быть, там полтора, ну, от силы два поколения, в зависимости, что мы считаем поколениями. Вот, это все наносит. Но еще с другой стороны, помимо всего, вот русский язык, он на то и называется великим и могучим, потому, вернее, называется великим и могучим, что в нем многие слова имеют очень четкое определение. Например, слово пол, это не тот пол, по которому мы ходим и прыгаем и танцуем, это половина чего-либо. Так вот, чтобы стать целым, необходимо, чтобы одна половинка соединилась с другой половинкой. И вот если мужчина, женщина это понимают, то никаких там феминистических представлений, у них не будет своих каких-то взглядов и желаний это все испытать. Вот, цельным может стать только человек, который нашел свою вторую половинку. И это не может быть человек того же самого пола, как сейчас тоже нам очень много рассказывают о том, что, а что такое, вот там голубоватая любовь, вот там розоватая любовь, опять же, чтобы меня там не побили за какие-то нехорошие слова. Вот, вот это надо все тоже учитывать. Поэтому, если человек понимает пагубность этого течения, если он понимает, что такое цельность, то в этом случае он тогда становится целомудренным человеком, и в этом случае появляется та самая ячейка общества, которая нам всем сейчас очень сильно нужна и без которой нашу державу не построить. Да, вот феминизм это же еще тоже не русское слово. Это вот, если так я представлял, это вот слово самое ближайшее, это женщинизм. Даже вдумайтесь в это слово какое-то странное, женщинизм. То есть, о чем речь идет? Чтобы женщины, вот феминизм, это вот, если на русский перевести, да, на буквальный, женщинизм. Потому что фемина это женщина, да, женщинизм. Аж слух режет, то есть, ничего в этом даже такого и не видится, хотя вроде слово производное, но слух не ласкает. Но противное... Ладно, мы с тобой коснулись того, что в природе среди животных феминизм отсутствует, как и розоватость и голубоватость. Дальше, принижение материнских чувств в современном мире. Следующий пункт. Да, тоже такой очень обширный пункт. И хотелось бы сперва начать с самого начала к тому, что материнство в современном обществе в нашем тоже в целом генерируется неуважение. То есть, средства массовой информации те же самые, современное понятие семьи. То есть, не особое уважение к материнству оказывает. Начиная с мультфильмов, Да, начиная с мультфильмов, те же самые с фильмов, что женщину как рассматривают объект сексуальный действительно. И материнство это, ну, как бы так, если захочется, потом когда-нибудь после там 30-35... Два варианта. Два варианта рассмотрения женщин. Девочки впитывают с мультфильм. Какая? Значит, стать принцессой, красавицей, приедет принц на белом коне и будет вам счастье, будет любовь до гроба. Дальше, что с этой любовью делать, им не рассказывается. А для того, чтобы быть принцессой, необходимо быть красивой, накрашенной, чтобы у тебя были приличные формы, ну, приличные слова здесь не подходят, такие вызывающие формы, откровенные, что ты не должна ничего стесняться, ты должна сама бороться за свою счастье, то есть быть отчасти феминисткой, да, в хорошем смысле слова. И вот тогда тебя принц на руках заберет и будете жить счастливо и так далее. Про детей ничего не говорится, про то, что такое семья ничего не говорится. И обратно, в этих же мультиках, в этих же фильмах показывают противоположность, когда какая-нибудь такая свиноматка там воспитывает непонятных, большое количество детей, которые там орут, кричат, и, в общем-то, ничего хорошего из этого нет. Вот показывается. Она должна быть принцесса такая, Да, вот эта принцесса вот такая, а все остальное это быдло, вот такие свиноматки, вот такие там с выбитыми зубами, синяками под глазами, вот такие какие-то обтекаемые формы непонятные, очень некрасивые, замученные, изнеможденные, у которых там что-то происходит, то каша горит, то там дети что-то тащат, то еще что-то и так далее. В общем, никакой жизни, никакой принцессы из этого не получится. Вот это те образы, которые и вкладываются. А второй образ для мальчиков, да, кем он должен быть? Это должен быть мачо, который там должен сделать так, чтобы все девчонки на него смотрели, а он в них как в сару будет рыться и так далее. Ну, и третий тоже образ, который тоже стал появляться, что девочка тоже должна становиться такой мачильдой, которая тоже среди мальчиков должна рыться, это стало появляться не так давно. Вот это все-таки больше на принцесс Нажимали, а из мальчиков таких Делали голубоватых принцев Или те, которые меняют Женщины, как перчатки Помните, песенка такая была Вот, а сейчас и с девочек Стали делать, что они самостоятельные Конкретный феминизм, только феминизм Не амазонки, которые скачут на коне А те, которые просто меняют Пацанов направо-налево, там, пацан Мне надоело, я отсюда И теперь у меня другой бойфренд и так далее Вот как-то так Да, ну, итог такой, что Совершенное неуважение к материнству на сегодняшний момент И Женщина, это можно даже рассматривать Как второстепенный момент в своей жизни Вот что самое интересное, то есть Вроде она женщина, она к этому предназначена Самой природой, да, Богом А она, если это и рассматривает То в какой-то вообще, в десятой, может быть, позиции Потом, когда-нибудь, я к этому подойду И то так между делом То есть формируется Формируется такое, ну, плюс еще Современный роддома, да, то есть еще определенный То есть страх даже матерью стать Перед самой консультацией Они как начинают наговаривать То у многих женщин это тоже отпугивает Как наконсультировать? У них грудь, какая же не грудь будет, например, да Некрасивое синим молоком будут кормить Отвешивая Отказываться, да Могут отказываться от кормления грудью Тоже это Ни в какие ворота не лезет Как это вот у женщины Колесико это может повернуться Вот это вот уму непостижимо То есть вот такой степень общество сейчас Действительно пало Вот в таких моментах И настолько у женщины вот это в голове уже осело У некоторых женщин, да Что вот Они Ну, считают Ну, это считается, наверное, в роддом пойти Например, на консультацию Там они сказали На УЗИ Иди на УЗИ Сказали Пить таблеточку Значит, надо пить таблеточку Сказали лечь на сохранение Легли на сохранение То есть вот Совершенная несамостоятельность В этом вопросе Приводит к тому, что Женщину просто вот это материнство отпугивается Но опять-таки Это вот инфантильность Которая передается уже Из поколения в поколение Что материнство Это где-то Постоянный напряг То есть Какие-то роды Обязательно в муках Там Мужчины могут отвернуться Пеленки там Сейчас еще говорят Памперс Оказывается тоже вредный Надо вернуться Каким-то Ватномарливым Там Подгузником Хорошая тема Да, хорошая тема Это я могу больше сказать Если так Чуть-чуть в сторону уйти На самом деле Если мама внимательная И обученная Совсем коротко скажу То в течение двух недель После родов Рождения ребенка Мать Она способна Распознать Некоторые гримасы Позывы Вот эти вот К являния ребенка Когда что случится Позывы К мочеиспусканию Или дефекации Скажем так Ну и предоставить ему Соответствующий условий Потому что ему Ребенку изначально По природе Он во-первых Просится А во-вторых Ему не свойственно Ощущать себя Обкаканным Или описанным Ему это очень неприятно Потом смиряется Это как вот Каких-то балованов Рядом с человеком Поставить Замотанным взрослым А они не понимают Что в туалет хочет И он под себя ходит А потом он привыкнет Взрослый человек Так же ребенок Он привыкает Всего своего возраста Забывает Что он умел Это все И начинается Замного Вторичное обучение То есть В этот момент Надо понимать Если уж так Вот тут нас обвиняют Что мы женщин не любим Гриша пишет Да вы просто женщин не любите Вы тут наезжайте на всех Ну нет Я считаю Что наоборот Мы их очень любим Женщины Мы вас любим Да Если бы Не было бы интересно На эту тему разговаривать Мы бы на эту тему И не разговаривали Конечно Что об этом говорить Так ладно Значит Современный взгляд На материнство Мы все раскрыли Ну моменты еще такие есть Да Что вот Начинают нанимать Сейчас нянь Да Очень ярко Так устало Или в детский садик Отдают В ясли Ну Школа Это все понятно Тоже ничего хорошего Но в итоге Такое Что материнство Оно Постоянно пытаются Мать с ребенком Разорвать И Дать понятие Что ну материнство Это же такое же Ну родила Потом там отдала Ну в детсад Пусть не в ясли В детсад Потом в школу И так далее И так далее Вроде как общество Должно Об этом заботиться А женщина опять-таки Должна карьеру Например делать Вот оно Одно опять-таки Из другого Перетекает Здесь тоже Ну по поводу Искусственного вскармливания Да То есть мало того Что это очень вредно Для ребенка Если может кто-то не знает И смеси эти Даже если они хорошие Соевые Сои Это не ГМО Тоже Ничему хорошему Это не приводит Или какие-то другие Молочные смеси На основе Коровьего молока Тоже ничего хорошего Нет Если кто не знает Самая лучшая еда Это и материнское молоко Конечно Вот мы сейчас подходим Значит С этим образом Мы уже поговорили Разобрались Мы подходим Век материнства Короток Многие меняют Женщину Его на карьеру Вот давайте Пункт еще С тобой Обсудим Ну Давайте так Посчитаем Ну пусть условно Говорят Для удобства Подсчета С 15 лет Да Женщина Уже может Иметь ребенка Вот До какого времени Она Именно в силах В силах Таких своих Здоровых Чтобы она могла Родить ребенка Сколько его взять Ну пусть там Ну 20 Ну 30 лет Да От силы Но опять-таки К этому же надо Подходить Это не так Что сегодня Я была Бизнес там Леди Да Как сейчас Называют Таких женщин Бизнесвумен Вообще Дурацкие слова На самом деле Ну так их называют И вот она Созрела Там Вот после 35 Завести ребенка Например Да И в чистом поле То есть у нее Может быть Кушечки есть Там Может быть Какой-то есть Мужчина Да Может быть Даже муж Но они Никогда об этом Не задумывались У мужа Может быть Свои какие-то дела Там Карьера Или он Или он Наоборот Опустился На фоне Сильной Женщины Вот она Решила Завести Ребенка Как она Сможет Вообще Всю свою Жизнь К этому Повернуть Именно Чтобы Это Происходило Хотя бы В более-менее Каком-то Благостном Режиме Просто Зачать Потом Родить То есть Вот На такое Когда Женщины Идут Конечно Что же Они Могут Ожидать От Того Поколения Которое Они Рожают И Опять Такие Что Женщины Ожидает Старости Таких Женщин Которые Даже Если Смогли Родить То В режиме Своей Карьеры Они Воспитывать Пытаются Детей Тоже Это Совершенно Неполноценная Ситуация Поэтому Женщине Надо Задумываться О том Когда Они Когда Она Планирует Заводить Детей Конечно Как только Она Себя Женщина Начинает Осознавать 14 лет Когда Начинается Половое Созревание Девочка Превращается В девушку Уже С этого Момент Она Должна Задумываться Когда Она Станет Матерью Какой Она Станет Матерью Как Это Будет Происходить Какие Женские Навыки Должна Черпать Из Окружающего Мира Получается Опять Таким Кубарем Побыстрее 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 Как Сейчас Принято В современном мире Начала Для себя Родила Для себя Вырастила Для себя Такой Тоже Яркий Пример Бывает Что Женщины Не Задумываются О том Какого Это Ребенка Который Просто Был Выращен Для себя Как Собачку Другого Сравнения Я не могу Привести Как Собачку Вот Давайте Разберем Путь Современной Про То Что Надо Как-то Там Принца Ждать На Коне Или Наоборот Брать Принца За узды И везти Его В ЗАГС Это мы Тоже С тобой Поговорили А вот Теперь Давай С тобой Коснемся Следующего Маленькая Девочка Которая Смотрит Вот эти Все Мультики Смотрит Эти Фильмы Про чудеса О том Как Сейчас Ее Такую Уникальную Красавицу Возьмут Замуж Она будет Жить Что еще Вкладывают В голову Если У тебя Не будет Правильного Образования То ты Не сможешь Устроиться На работу Если Ты не Устроишься На работу У тебя Не будет Достатка В жизни И так далее А если Ты еще Голову Имеешь То ты Сделаешь Карьеру И вот Тогда Ты будешь Обеспечена Вообще Всем А вот Теперь Давай Просто Посчитаем С тобой Ну Детский Сад Выбрасываем Начинается Школа Школа Там 7-6 Лет И до Сколько Там Получается Плюс 11-6 Лет Да У нас Полноценное Считается Значит Где-то Там 17-18 Лет В зависимости А кто-то Там К 19 Выскакивают Дальше И карьеру Продолжать Что Институт Нужен Нужен Институт 5-6 Лет Надо Отдать То есть Получается Сколько Там Уже 24-25 Но Ведь После Института Ты же Не устраиваешься Ты молодой Специалист Вернее Как Устраиваешься На работу Как молодой Специалист Но При этом Еще Семью Не заводишь Противное Гадкое Слово Завести Ребенка Завести Семью Ты Это еще Не заводишь Тебе Нужно еще Молодого Специалиста Пройти И сделать Карьеру Свою И это Уже Четверть Века Прошло Это Уже 25 Лет Какие Там 15 Там 16 Лет Про которые Ты Говорил Это Уже 25 Лет Женщина В лучшем Случае Только Себя Стала Чувствовать Как Половина Фертильного Возраста Уже Она прожила В холостую Да Но при этом У нее уже Была куча Партнеров Она Разбирается По тем Научениям Гламурных Журналов И различных Фильмов Которые Она смотрит Дом 2 Очень хорошая Такая Аннотация К жизни Как себя Надо вести Правильно В жизни Как правильно Кому Нахамить Нагрубить Как отшить Как поставить На место От 100 лет Если до 100 Кто-то еще Доживет После этого Она начинает Пытаться Создавать Бизнес Где-то Отрабатывать Это еще Лет 5 И мы тут Подбираемся К цифре 30 И вот тут Встает вопрос Хочу Аж не могу Что хочу Ребенка Почему А физиология Берет свое Мужчина Он Вопрос Хочет Жить С женщиной Которой Он уже привык Что она Его В общем-то Как Женщина Удовлетворяет Что Никаких проблем Забот нет Ушли С утра Вечером вернулись Пивка попили Собачку Завели Кожечку Завели Да Собачку Покормили Канарейку Покормили Шоу Посмотрели Легли спать А тут Она начинает Почему-то Ночами не спать И говорит Что хочет Во-первых Хочет замуж Потому что Скорее всего В этом случае Они еще Не бракованные Товарищи Они еще В ЗАГС Не ходили Скорее всего Это гражданский брак Вот Концентрептивы Они использовали Там у них Все нормально С этим делом И так далее То есть Получается К 30 годам Там у нее Уже зубы сводят Потому что Физиология Берет свое С другой С другой стороны Она должна Карьеру Продолжать Потому что Она каким-то Или замначальником Или главным Бухгалтером Или каким-то Начальником Стала И вот тут В конце концов Тот Полуидиотик Который с ней Жил Вдруг Соглашается Стать папой Вот Давай Просто Рассмотрим К 30 годам 28-30 лет Наконец-то Он Согласился Стать папой Скрипя зубами Потому что Ломается его Вся жизнь Она такая Восторженная 25-28 лет Прожила Становится мамой И вот что происходит Дальше в их семье Вот этот вопрос Надо очень Хорошо С тобой рассмотреть Во-первых Она еще мамой Может не стать Представим Что все случилось Вот представим Это понятно Что после всего этого Скорее всего Будет вопрос А почему У нас большинство Женщин Не могут забеременеть Или выносить Это мы с тобой Уже об этом поговорили Что произойдет Если 28-летняя 30-летняя Барышня Которая Сделала Свою карьеру Привыкла К офисному Планктону Она вросла Уже в это Своё кресло Директора Или заместителя Или главного Бухгалтера Или кого-то еще Вот вросла И вдруг Она Забеременела И сказала Я беременна Дорогой Тот такой Я счастлив И смотрит Куда бы сбежать Ну так вот Проходит 9 месяцев Родился у них ребенок Представим Что даже здоровый Ребенок Что дальше Самое главное Что женщина Она настроена Совсем на другую На другой ритм жизни И ритм жизни Он конечно же Развращает То есть Вот если брать Например Тоже самый Такой Коммерческий образ жизни У женщины Он же развращает На совсем другие ценности И ей просто Становится Вот говорит Ой мне скучно Что я сижу С этими днями С ребенком дома Я от него схожу с ума Мне он напрягает Там Ничего не понимает Я там На него кричу Он меня тоже опять Не понимает И начинается Вот эта вот Песенка про то Что действительно Ей скучно Ей не интересно Надо чтобы Куда-то свозили Ребенку Может быть Няню Или там В детский сад Куда-то Надо сдать Пусть даже Он еще маленький Либо какую-то Может быть Там бабушку Маму свою попросить Там или еще Или мужа маму Чтобы обязательно Кто-нибудь сидел То есть Женщина пытается Избавиться В общем-то От этого Внезапно Свалившегося На нее счастья То есть Она вроде рада Но ей Кроме всего прочего Это очень сильно Ее напрягает Она к этому Не привыкла Естественно Уже У нее Совершенно другие Интересы В жизни Ценности С молодых Лето Она это не познала И Рука у нее Конечно же Не рябит А Как мы знаем Да Что человек Все равно С возрастом В любом случае У нее навыки Которые Не пользуются Кости неют То есть Материеские чувства Те же самые Огрубили у нее Если уж на то пошло Потому что Ну и карьера Это И вообще Время пошло Пошло определенное Муж Ее Это может не поддерживать Там Она Постоянно нервная То есть Никакому мужчине Это не понравится Начинаются возможно Какие-то семейные Неурядицы На ребенке Это все начинает отражаться То есть Круг начинает Замыкаться Опять-таки Вот в этой ситуации Тоже Ну в общем Получается В итоге В итоге Женщина вообще Может Если такой Самый малорадостный Вариант Рассматривать Женщина вообще Может одна остаться То есть Муж Может сбежать от нее Такой нервный Дерганный Ребенок Тоже естественно Не в лучшей форме Тоже возможно Постоянно преподносит Какие-то Уже Сюрпризы Плачет Или еще что-то Опять-таки В догонку от мамы Все это от мамы Он перенимает Ну и начинается Замкнутый круг Семья может вообще Просто распасться Ну вот То есть Получается Бандерлога Воспитали Такого современного Гламурные журнальчики Которые почитывал Научили которого читать И смотреть телевизор И вот он Кроме гламурных журналов Ничего больше не читал Кроме как Дома-2 Там ничего особо Не смотрел И вот Делал себе карьеру Делал, делал, делал И труд Раз и слом такой В карьере Вот это непредвиденное Орущее существо Маленькое Которое из него Выползло Которое вроде бы И родное Которое вроде бы И любить надо Которое вроде бы И близкое А на работу-то хочется Уже приучил себя Сколько лет-то К этому стремилась Женщина Сколько лет Делали себе карьеру А тут ломка карьеры Получается Там же прибыль падает Нет, ну прибыль-то ладно Прибыль-то прибыль Это дополнение к карьере Это к азарту А тут получается Я столько лет Строил карьеру Я столько лет Стремилась К тому, чтобы Стать самостоятельный Такой независимый И муж у меня Под пятой Уже под каблуком За юбку держится И я его там В ежовых рукавицах Держу А вот этот маленький Так сказать Человечек Все ломает И я На несколько месяцев А может быть и лет Выпадаю А мои-то Там Сокурсницы Они продолжают делать карьеру А у них-то все В жизни удается А я тут сижу одна И вот дальше Начинается Дальше начинается Там няню Ясли А ребеночек Растет, растет, растет И проходит Лет, наверное, так Десять Может быть шесть Может быть еще Сколько-то Вдруг Мама понимает Что ребеночек В общем-то Как будто бы чужой Да? То есть она вернулась На работу Будто бы не ее Конечно И вот Женщина может остаться Как говорится У разбитого корыта То есть Если ту иносказательную сказку Сюда применить То есть она Ориентируется На какие-то Ложные идеалы Пытается Сразу Как говорится Сесть на два стула И карьеру сделать И ребенка родить И чтобы все были довольны И муж Чтобы слушался Вел себя хорошо Вот И ребенок Чтобы несмотря ни на что Ее сильно любил Обожал И прислушивался К ней Хотя Ребенок в лучшем случае Видит ее вечером Часок уставшую И все А утром Может даже и не видит Собирается А муж там уже думает О других девчонках Да? Более свободных Более легких Да Такое тоже бывает Что если Естественно В такой семье Если брать такой пример Супруги не задумываются О каких-то уже Собственных отношениях Или как-то у них Разлад какой-то в семье Или мужчина Просто опустившись Такой подкаблучник Да? Яркий пример Ну тогда Конечно ему лишь бы Погулять И Женщина в итоге Действительно Получает Дополнительный стресс Там Муж может ее Даже бросить На этом фоне Или Просто Куда-то пропасть На некоторое время И в итоге И в итоге Можно действительно Остаться Разбитого корыта С ребенком На руках И И не карьеры Толком нету Вот мы опять К чему приходим Что вроде Она поставила себе цель А эта цель Она Оборвалась в ее жизни И получается Смысл был в этом Смысл определенного Не было Семейные отношения Тоже нехорошие Ребенок На руках Тоже Неспокойный И так далее И так далее И женщина В итоге Опять-таки Отворачивается От этого Образа материста И приходит К тому Что Может быть То есть Она же может Еще вначале Прокрутить в голове То есть Вот она подходит У нее возраст И она думает А надо ли мне Например Вообще это И прокрутив Такое в голове Она может просто Пройти к выводу Что вообще Это просто не надо Ну да Ну очень понятно Что современная модель Которая вбивается Девочкам с малого возраста Или ожидание принца Превращение себя В барби Такое Вот у нас же есть Девочки барби Которые там И в 40 лет Барбями остаются Потом вот это вот Барби там В 50-60 лет Ну я пока еще Таких не видел Ну к этому близко уже Такая вся Бывают страшные барби Такие надутые Всякими силиконами Губы здоровыми Ой ну да Это вообще жесть Ну так вот Вот эти вот барби Они продолжают Для чего-то существовать И такие модели ходят Непонятно какие Это кошмар Так в общем Получается Куда ни клин Современная система Это система вырождения В первую очередь женщина А женщина это основа Нашего общества И нашей вообще жизни На земле Так что Хотите уничтожить общество Развратите женщин Да Дальше Пенсионная система Ну вскользь мы проходились По этому поводу Что самая лучшая Пенсионная система Если так В узком Факторе В узком случае Рассматривать Это понятие Да это конечно же Инвестиции в детей То есть когда ты с детьми Когда ты детям Уделяешь время Опять таки Никаких садик Их не отдаешь В идеале Ребенок находится Если про современное Время брать На семейном образовании То есть родители Его сами обучают Как говорится Дают ему ума Когда такой ребенок Вырастает И в семье лад Естественно И здоровые отношения Присутствуют Ребенок такой вырастает Конечно же Он всегда ориентирован На свою семью На то гнездо Откуда он вышел И своим родителям Ну не то что Кусу хлеба А просто Какое-то обеспечение Может дать Опять таки Таких детей Должно быть В идеале Несколько Вот как раз Вот как раз Та фраза Которую Я хотел бы внести Ты говорил Ребенок-ребенок Говорю Не ребенок А дети Дети Несколько детей Должно быть И чем больше Тем лучше Один ребенок Если конечно Двух родителей Должны кормить Какая-то нагрузка Ну во-первых Один ребенок Это эгоист Он никого кормить Не будет Это надо учитывать Что 99% случаев Один ребенок Это эгоист Потому что Он привык брать Он не привык делиться Он не привык Что-либо В этой жизни Добывать Для прокорма Другого С кем-то вместе У него Нет этого всего Двое детей Это полуэгоисты Вот три ребенка Это уже что-то Четыре даже Это вот начинается Формирование Только семейного Семьи А вот уже С четырех Мы говорим о том Что семья Начинает складываться Уже в том виде Как она должна быть И вот дальше Уже по возрастающей Да Совершенно верно Если ребенок Один или двое Это тоже не дело Ну хотя бы Три-четыре ребенка Ну как минимум Я думаю четыре Вот тогда уже Начинается действительно И семейное взаимодействие Ну и Опять-таки Когда это первый ребенок Действительно Какие-то определенные Трудности Возникают Но второй, третий, четвертый Последующие Даются Конечно намного проще Уже и ребенок Который повзрослел Он где-то начинает На себя внимание тянуть То есть либо один маленький Ребенок С которым надо играть Кому-то из взрослых Постоянно Либо еще один рядом Маленький комочек Живой появляется Пусть даже Ну там Условно играет Через два-три года Через пять лет То есть ребенок Все равно Есть с кем играть Тот, который повзрослеет И он часть внимания Уже на того ребенка Переключает И они между собой Начинают потихонечку Взаимодействие Там, глядишь И третий появляется Конечно же Женщине снимается Уже эта нагрузка То есть Пиковая нагрузка Она Некоторое время происходит Это тоже надо понимать Очень четко Ну и самое главное Женщина, конечно Должна какой-то кусочек Времени уделять Обязательно себе Залог Женского счастья Это в том, чтобы Какое-то Какое-то время Уделять семье Семья Встает на какие-то Определенные рельсы Если с точки зрения Женщины рассматривать Уже по накатанной колее Когда идут какие-то дела Женщина уже в состоянии Какое-то время выделять Для своих личных Каких-то дел Она может заниматься Какими-то своими интересами Которые тоже ее Соответственно Водушевляют В наше особенное время Очень много всего интересного И самопознавательного Многому нас не научили И много пробилов Надо опять-таки восполнять Да, но Пенсионная Дальше Пенсионная система Почему убивает Инстинкт материн Здесь надо понять Что когда у человека Появляется надежда Что в любом случае В любом случае Его прокормит кто-либо То он тогда Оставляет На потом Все другое Ну потом Может быть В лучшем случае Мне сейчас надо делать карьеру Чтобы заработать В реализации Жизнь и безопасность Да, но потом Появляется вдруг Какой-нибудь известный человек Который говорит Денег нет Но вы там держитесь К примеру И говорит Что мы не можем Индексировать пенсии Потому что инфляция Слишком большая В лучшем случае Вам доникают Одноразовую подачку И вы разводите руками Говорят Это что Нас в очередную Раскинули что ли Мы тут всю жизнь Вот так вот А нам тут говорят Что нифига ничего Вот такое может случиться И тогда Вы можете кусать локти Сколько хотите Хоть себе Хоть своему мужу Это ваше дело Но вернуть Обратно Те годы Которые Были Вам даны Для рождения детей Так же невозможно Как и Сделать так Чтобы Зимой зацвели яблони Вот один раз в год Сады цветут Вот это надо понимать Вот есть время цветения Есть вынашивание Есть выдача плодов Вот Вы пришли к времени Выдачи плодов А там у вас бурьян Там нет ни яблочков Там нет у вас Ни виноградика Нет там Ни брюквы Ничего другого Там фигушки растут Фигушки Которые вам кто-то пообещал И в конечном итоге Ничего не дал Вот это все надо учитывать Так что А там Как-то анекдот такой Был По поводу Многодетных семей Первый ребенок Рождается Уберите кота из комнаты Там я не хочу Чтобы у него ребенка Была аллергия Второй ребенок Рождается Надо чтобы сосочка Упала ее помыть Третий ребенок Рождается Маму Твой сынок Кушает Корм кота А это проблема кота Вот Из этой же серии Так Ну ладно Разобрались с этим Дальше Раньше пенсионные Подвести резюме Такой итог Что раньше пенсионной Системы не было То есть это Тоже нонсенс Который просто На другие колеса Перевели наше сознание Что какие-то пенсионные системы Что эта система Более надежная Чем система Ну родовой преемственности Что родители Родили детей Дети Содержат родителей То есть Напрочь отшибло это И почему-то люди считают Что это более надежный вариант Ну я имею ввиду Что государственная пенсия То есть вот об этом Надо тоже задумываться Так Ну что Пойдем дальше Да Конечно Не будем задерживаться Я думаю Что подробно разобрали Давай следующая Реализация женщины В обществе Вот теперь Когда мы тут Много чего Хорошего В кавычках Наговорили Про современных женщин Как же теперь Их Подвести к тому Что в современном Обществе Можно себя как-то Реализовать Вот мы немножко Вперед уже забежали Сказали о том Что Надо обязательно Какое-то личное время Женщине уметь выделять И семья тоже должна Относиться к этому С пониманием То есть Каким образом Наладить Свою жизнь И механизм Жизненный Что Кроме семейных дел Если мы уже Приходим к тому Что женщина осознала это Да Она оставила все эти карьеры Там и так далее Непонятные какие-то Но тем не менее Ей хочется как-то реализовываться Ну может даже Какие-то деньги Где-то зарабатывать Да Не в ущерб семье И семейным каким-то делам То Просто выделяется Определенное время Таким образом Составляется Какой-то график Жизненный И женщина может Заниматься Каким-то своим Любимым делом Не важно Там дома это находится Или куда-то Может ей надо Как говорится Выходить в свет Бывает и такое Что женщина Без этого жить Уже не может Вот И конечно же Должна Обязательно Семья поддерживает Женщину в этом Ну опять-таки Семейные дела Какие-то Помогать делать Домашние Может даже где-то Сугубо женские дела Опять-таки Я считаю Что это очень Даже хорошо И нормально Если вся семья Это помогает И женщину И видит женщину Еще не кроме Не только на фоне Семьи Что у нее Какая-то может быть Общественная деятельность То я думаю Вполне Она может этим заниматься Самообразованием То есть Опять-таки Интересы тоже Могут быть разные Эти интересы Должны быть направлены На самообразование На какое-то Саморазвитие На совершенствование Чтобы не только Тело Но как говорится И духу Тогда эти все Увлечения Интересы Они В свою очередь Опять-таки Реализация И нужна И вот этот крючок Он тоже у нее В голове Хоть как-то Немножечко Успокоится Не будет сильно Ее теребить Что действительно Я тут прожигаю Жизнь И ничего не делаю Ни какой-то Общественной деятельности Или какой-то Внутренней Отдельной деятельности Нет То есть Какой-то кусочек Женщина может иметь И в нем развиваться То есть Барин дозволил Ну Это такое Такое видение Которое Я думаю Что любая женщина Во-первых Это поддержит И любой мужчина Поймет То есть Это взаимно Я думаю Здесь Не такое Что прям Барин позволил Оно Одно из другого Вытекает Потому что Женские интересы Тоже надо Конечно же Учитывать В общем Найти Все-таки Что-либо делать Можно Не обязательно Устраиваться На чужого дядю Пахать Да Самый идеальный вариант Кстати Самый идеальный вариант Это Самая лучшая Профессия Это быть Мужней женой На мой взгляд Я не знаю Будет мне кто-то Кидать камнями Или палками Это не будут Женщины Но самая лучшая И карьера И хобби И все это Будет мужней женой Если у них Совпадают Общие интересы Ну пусть она Его интересы Переняла Или где-то он ее Или они его общие Какие-то новые интересы Выработали И они этими интересами Руководствуются В своей жизни Даже в какой-то Внешней деятельности Ну какой-то Семейная какая-то Артель То есть Пусть даже там Найти заработок Те же самых денег Определенных Нужных для семьи Женщина может Тоже принимать участие Если ее Это в идеале Греет Вот это направление Греет Она может найти Некую Свою нишу В этой деятельности Ну и В ней реализовываться И это будет Только лучше Чем На какой-то Семейный карман Работать А непонятно Куда На кого На какую-то Непонятную пенсию Какую-то Какую-то фирму Кормить В ущерб Своей семье В ущерб Своих детям Опять-таки Тут замыкается Круг Одно другое Цепляется Одно за другое Цепляется Но факт в том Что ничему хорошему Это тоже не прибыли В общем Чтобы замкнуть Какой-то правильный круг Сначала надо разорвать Порочный круг Выйти из этого Порочного круга И тогда уже Создавать свое Правильное Так что С любого места Можете начинать Не ошибетесь Главное Чтобы в нужное Направление Двигаться Женщина без мужчины Это неразрывное То есть Если вот Такой пример Да Было много случаев Когда Мужчины Попадали На небитаем остров То есть Мужчина один Как человек А человек Один На небитаем острове Он конечно Тоскует ему Тяжело Он там Как-то выживает Как-то живет С ума не сходит Но живет Он просто От физиологической старости Умирает В свое время Вот Если женщина Попадает На небитаем остров То Не в силах Физических Или там Каких-то других причин А именно От тоски Именно от того Что она одна То есть Женщина вообще одна Она практически Не может существовать Полноценно Именно Вот То что Вообще Рядом других людей Нет Она обычно умирает То есть Такие Как правило Закономерности Происходят Люди Которые остаются Где-то На небитаемых островах Если женщины У них совсем Другой Другой логаритм Они просто От тоски Умирают То есть Женщины Такие создания Которые Должны Себя даже Видеть в жизни Вот Такой идеал Нарисовывается Соответственно Мужчина К таким женщинам Он тоже Определенные чувства Питает То есть Если женщина Прониклась Этим мужчиной И она всегда С ним И всегда За него Горой То конечно же Определенные отношения Мужчина со своей стороны Генерирует Мы говорим Про понятливого мужчину Который все это понимает И Не злоупотребляет Опять-таки Такими ситуациями Да Где вообще Такого мужчину найти Сейчас многие женщины скажут Ладно Хорошо Поддержка семьи Женщины В ее саморазвитии Ну частично Ты уже сказал Да Об этом рассказал Но мне кажется Здесь Да Мне наверное Стоит здесь Опомянуть Что Когда Я вижу Как Молодые девочки Или Девушки Смотрят Такие Глупости Как Дом-2 Я говорю А что А что Вы своим детям Будете передавать Вы что Вот эту дурь Попытаетесь Им передать Вы захотите Чтобы они с вами Так же разговаривали Парадоксально Многие говорят Нет Мы тогда Это смотреть не будем Мы тогда Будем другими вещами Я говорю Какими У вас что-то есть Сейчас за душой Вот вы сейчас Представьте Что перед вами Сидит ребенок Вот вы сейчас Что мне сможете Рассказать Все стопор Полный стопор Они себя Глупают Такими Прям стеклянными И Они не знают Я говорю Вы колыбельные Вы сможете спеть Чтобы ваш ребеночек Успокоился Может быть Вы сможете Какие-то сказки Рассказать Может быть Вы сможете Еще что-то интересное Какие-то рассказы Может быть Мудрость Какую-то Себя Выльете Нет Они не могут Но все равно Продолжают смотреть То есть Живут одним днем В надежде Что вот эта мудрость Она сама собой придет Они начинают Включают Николодин А мы включим Николодин ребенка Пусть он там развивается Там всему науку Ну типа того Да Да Ну вот это очередное Я говорю Вы же свою глупость Передаете детям Вы будете делать Таких же идиотов Как вы А потом будете орать Когда вас отдойдет На своих детей Почему вы смотрите Дом-2 Ну может тому времени Будет какая-то другая Более мудрая передача Я не знаю В кавычках Но они же будут делать То же самое Что сейчас делать и вы Хотя их еще и пока В помине нет Пока еще в проекте нет Ну ладно Управление женщиной Через информационные источники Мы тоже чуть-чуть Этого коснулись Есть возможность До раскрыть Да Ну мы тоже касались Так же того Что женщины Они более внушаемы По своей природе И если уж Говорить про те же самые Средства массовой информации Рекламы и так далее То женщины вообще Противопоказаны Это вот строго Вот как вот доктор прописывает Диету Да Какую-то В самом серьезном случае Вот на сегодняшний момент Если выступать В роли доктора То можно сказать Что вообще всем И не только там Мужчинам, детям, старикам Ну и женщинам В том числе Просто противопоказано Современный телевизор смотреть Который просто Ну Действительно Мало того Что все эти электронные сигналы Они очень сильно воздействуют Вообще на Психику человека То просто Вот эти все помои Которые на сегодняшний день Идут Они у женщин Очень глубоко укореняются В голове И потом И сознательные Вот эти образы Они в поведенческих реакциях В разговоре Во всем этом выстреливают То есть это очень наивно Полагать Что нету здесь взаимосвязи А я просто посмотрю телевизор Но я это все умею Фильтровать То есть некоторые еще могут быть Самонадеянными такими А ну на меня это не повлияет Я это умею различать Я вот это все отслеживаю Нет Я могу сказать Такое Что уже Современные технологии Такие уже есть Телевизионные Что На уровне сознания Просто невозможно Отследить эти все Образы Которые Опять-таки Подсознание Очень легко И с большой радостью Все принимают Все подряд Поэтому Как говорится Выкиньте телевизор Хорошее предложение Он денег Он денег стоит Ты что Тут в кредит брали В какой-нибудь Хорошо Хорошо Выкиньте антенну Пусть он будет Просто как ящик Там Я не знаю Ну Песня Нет Нет Невозможно Посмотреть Какое-нибудь Развивающее Как монитор Все записи Дома 2 Понятно Так Хорошо Татуировки Пупок Что значит Татуировки Пупок Такая связь Интересная Пупок Ну Это Немножечко Разные вещи Но факт В том Что Начнем Например С попка Сейчас же Пошла Определенная Такая Тенденция К тому Что пупок Женщины Прокалывают Или Пирсинги Да Пирсинг Пирсинг Да Ну Если взять Если взять Схему Человека По энергетическим Каналам То на пупке Как раз таки Сходятся Все меридианы И все каналы Сходятся в пупке И когда Женщина Прокалывает Пупок Она просто Все эти каналы Она Во-первых Нарушает работу Во-вторых Она их Заземляет На более Ну На нижние чакры Фактически То есть У нее Уже Начинают Формироваться Более Низменные мысли Более Такие Приземленные Желания Ну По крайней мере Создается Тенденция К этому Ты знаешь Прокалывать Не только Пупки Ну Я знаю Что прокалывать Сейчас можно Все что угодно Еще и уши Прокалывают Уши прокалывают Тут кстати По поводу ушей Вот На сегодняшний момент Это мне кажется Какая-то реализация Акна Авертона Я вот на эту тему Думал Подробно Перед эфиром Ну Как-то так Обычно я задумывался Давно уже на эту тему Перед эфиром Я задумался Что это действительно Некое реализованное Кновертона Сейчас конечно Меня может опять Там все Полчатся Женщина Особенно Что вот уши прокалывают В общем-то Раз мы находимся В такой ситуации Женщина Что прокалывают Прокалывают Ну все понятно Но надо понимать Что Что такое ухо Это человеческий эмбрион Что такое мочка Это голова То есть Проколотая Проколотая голова У женщины Получается То есть На голову проколотая Так вот Если будет выразиться Да немножечко Опять оскорбляешь Нет Я добрый же полицейский Оскорблять я сегодня должен Да А ты должен Наоборот Хорошие вещи В данном случае В данном случае Просто яркий образ Должен быть какой Что если ухо проколото И женщина носит сережки Красиво Все понятно Я с этим абсолютно согласен Что есть Некоторый Есть образ Такой красоты В этом Да Ну можно Опять-таки Я не знаю Про какую красоту Ты говоришь Я не вижу Никакой красоты В проколотых ушах И сережках болтающихся Там И честно говоря Ну не вижу Я уже не закончил Что эта красота Она как бы Смещена с какого акцента Что вот было Такое украшение Женское раньше Да Вот мы Если мы понаблюдаем Какие-то Может быть там Картины древние И так далее Что у них На уровне ушей Были такие Как бы ленточки Да И как они называются Правильно сейчас Я не могу сказать И вот на уровне ушей Такие были Такие различные Ну сережки Не сережки Такие побрякушечки Красивые Вот это да То есть такая Головной убор И из них Такие спускаются ленточки Может быть ты видел Ну а челия Там висит что-то Ну не а челия Да А на уровне ушей Такие спускаются Ну сережки И сережки То есть уши Не проколаются Ну все равно Держится за что-то И что-то там В общем она идет Головой может быть Поворачивает Там красиво как-то Побрякивают То есть в общем-то Красиво смотрится Ну я думаю Что на этом фоне Подменили Вот если брать Реализацию окна Авертона Вот так пресловутого То просто думаю А почему бы нам Не приучить их Ух же прокалывать Чтобы они на голову Действительно еще Труднее соображали Да Ну и постепенно Постепенно шла Реализация этой программы И мы пришли к тому Что это считается Вообще нормально Ты знаешь Я такую версию Интересную увидел Что прокалывание ушей Прокалывание ноздрей И других частей тел Это пошло От рабовладельческого строя Когда таким образом Во-первых Помечали Что этот скот Принадлежит хозяину Во-первых Причем прокалывали Не только женщинам Но и другим А еще Это как раз Вот когда Проколотые на голову Проколотые на голову Это форма подчинения Когда женщину Вводили состояние Подчинения Ведь известно Что есть ритуальные Там какие-то Вырезания Обрезания Прокалывания Именно ритуальные Которые посвящены тому Чтобы человека Подчинить Чему-либо Или сделать его Подчиненным Вот И мало того Есть же Если развивать красоту Давай например Представим себе Племя в Африке Которые Вставляют в мочечки ушей Большие кольца Знаешь Дырки Такие большие Или в нижнюю губу Такое кольцо И чем старше женщина Тем больше Это кольцо Там такая Висит Такая лопатия Большая Такая лопатия С дыркой Ну красиво же Слушай Так здорово В носу Там косточку Можно ставить Вообще Зашибись Это же Вверх Эстетики Вот Ну Косточку Это в Африке Им нравится Это конечно На мой взгляд Это конечно Не эстетично Нет А чем Давай так А чем отличается Проколанные Проколанные уши Проколанные уши Современные девочки Женщины Причем девочки Многие еще до школы Даже начинают прокалывать Да Потому что мама ходит С сережками Так На секундочку И она тоже хочет быть Как мама Такая же красивая Вот И получается Что Чем это отличается Ну там косточку Вставили Кольцо Вставили А здесь То же самое Только с украшением Ну и там На косточку Что-нибудь Отличается Идет реализация Окна вертона То есть Сейчас уже Туда болты Вставляют Сейчас у парня Просто тенденция Но у женщины Такие Болты Туннели Так называемые То есть Ухо вставляют Такую штуковину Ее расширяют Расширяют И ухи Такая дырка Туда руку Можно засунуть Как здорово А в голову Так не вставляют Насквозь От уха до уха Нет Шарики Вживляют Всякие Шипы Чтобы можно было Так руку засунуть Посмотреть Все ли на месте Подправить Это крайняя форма Это не моя голова К этому идет К этому подводят То есть постепенно Может быть И косточки будут Вставлять Еще и человеческих Помнишь Это отроки Увасилены В Москва Это не моя голова Это твоя голова Так отворачивают Из этой же серии Ну понятно В общем Уважаемые девушки Уважаемые мамы Если вы не смогли понять Что такое Прокалывание ухов Обеих ухах Да Как говорила Дом мучительницы Фрэкенбок В которых у вас Жужжит То в этом случае Я вам сочувствую Это не красота Это Очередная Какая-то Разводка вас На всякие глупости Это Следование Тому что Во-первых Вас делают Дурнее Потому что Прокалывают вам Голову По сути Во-вторых Это все-таки Приравняется К тому Что вы Кому-то Принадлежите Это арабское Потому что Метят скот Вот вспомните Там в уши Часто корови Или бараны Такие Жиг-жиг Вставляют Или клеймо Какое-то На заднице Ну вот Как раз Про клеймо Мы сейчас С тобой Говорим Татуировки Ну-ка Давай Про это Поговорим Ну Если начать С самого Главного Образа То Любая Татуировка Во-первых Она влияет На владельца Татуировки И влияет Также Кто делает Татуировку Его сознание И так далее И так далее Что же он делает Вообще С каким сознанием То есть Вот этот момент Он вообще Не выпускается Если даже Как-то Рассматривать Второй момент Женщина Которая получила Определенную Татуировку У нее Уже Определенная Программа То есть Она принимает Программу Сама не знает Какую Нарисовала Какой-нибудь Леопарда Там Еще что-нибудь Какие-нибудь Надписи Непонятно Какие Даже Даже Никто Такое Интересное Есть Бабушка Хороший Знаток Китайского Языка Там Все время Была Китая Ведом Где-то В институте Едет В автобусе В современном И на девушку Уставилась И у нее На плече Какие-то Иероглифы Она Бабуля Уставилась Она Говорит Я не могу Понять Причем Твое Плечо И написано Размораживать Микроволновки То есть У нее На руке Вот эти Надписи Иероглифы Китайские Она Даже Не знает Что она Нанесла А бабушка Прочитала Что Размораживать Микроволновки Оказывается Написано То есть Ну Совершенно Глупо Бывает Встречаются Надписи Какие-то Или рисунки И женщина Она Не осознает Какие Действительно На себя На программы Вешает Ну Плюс Еще Клеймо Тавро Такое Действительно Можно сказать Что просто Заклеймили Ну Это клеймо Плюс ко всему Ведь Мало Кто знает Но Если Есть Возможность У врача Взять кровь У татуированного И нетатуированного Человека То он Предпочтет У нетатуированного Взять человека Кровь То есть Вы должны Понять Если Врачи Прекрасно Это все Знают То Что же Тогда В вас Творится Когда Татуировка Портит Вашу Кровь На многие Годы А представляете Некоторые Очень Умные Идиоты Они Татуируют Постоянно Они Подсаживаются Татуировать Надо Постоянно Что-то Наносят Там уже Эта часть Тела Закончилась Надо на другую Переходить И потом Еще на это И знаешь Был такой Анекдот Что Современное Общество Готовит Бабушек Которые Не смогут В дальнейшем Готовить Пирожки И булочки И будут Ходить С отбившими Задницами Натуитрованными С отбившими Задницами Как выкинут С ихней рожи Через 50 лет Когда на груди Женщина Сделала Да Не только на груди Но и на полузадьях И на полумозгах В общем Это Ужасная Реализация Какой-то программы Идет Конечно Да Сейчас Такие Они красивенькие Такие Все так Гламурненько Гламурненько Прямо так А что будет Через 30 лет Через 40 лет Когда у вас Все это начнет Целлюлитно Обтекающее Обвисающее Как это все Будет у вас Выглядеть И когда Внучка Которая будет Мудрее вас Скажет Бабушка А что за Дрянь у тебя Вот здесь Извини Тут такое Нарисовано Что вы будете Внучке Рассказывать Они наверное Об этом не задумываются Нет А вообще У нас приучили Женщин и мужчин Не задумываться Вообще Не задумываться Вот надо взять от жизни все И сдохнуть молодым Как это суслик Настоящий суслик Должен родиться Нажраться И сдохнуть Ну надо дальше подумать Вот дальше что Шрамирование наверное будет Да Вот тоже тема интересная А дальше появится тема Красивого шрамирования Да То есть татуировки Будет убирать Будет шрамирование А вот татуировку Когда убирают Получается действительно Шрамирование Но только Теперь будут делать Это красивое шрамирование Чтобы это тоже Эстетику давало То есть Многие подсаживаются Многие подсаживаются Женщины Все себя покрывают Им это очень нравится И всем покрывают Ну конечно Видел таких уродок Именно уродок Вот можете обижаться На него Это уродство Это неестественно Это неестественно Человек Это природное существо И доводить себя До состояния Раба Заклеменного Со всех сторон Где даже Пробы негде поставить Это конечно Можно это тоже Понять о красоте Вот навязанный Тоже образ В чем красота Это красота Это вот как вот Сексуальным таким Одеванием Что женщина одевается Она видит там красоту Вот почему-то В этом стали видеть красоту Вот непонятно Ну вот мы плавно Опять подошли К одежде украшениям Да Да Ну вот мы уже По этому поводу Как по второму кругу Мы говорили Да Ну если не по третьему Да Ну из этого истекает То что Одежда очень сильно влияет Тоже это определенный код Который женщина генерирует Постранство И который на нее влияет То есть Присловутая женщина Не зная что одеть Да вот женская фраза Не зная что одеть Или там открывает А у нее там полный гардероб То есть одежда В наше время Одежда она превратилась Уже А раньше же была Очень символична То есть глубокие образы Были в тех же самых Значках Которые вышивались Определенные образы Были заложены Нет Давай так рассмотрим Одежда Одежда в первую очередь Это не только символика Это комфортные условия В разной среде обитания Да То есть есть одежда Зимняя Осенняя Весенняя Демисезон То что сейчас называют Летняя Для жары Для прохлады Каждому сезону Своя одежда Да Это в первую очередь То же самое и с обувью То же самое там И с шапками И со всем остальным И во вторую очередь Уже поскольку одежда Это нечто сакральное Принадлежащее человеку А человек любой Это индивидуальность То должны быть индивидуальные Какие-то символы И украшения И вот тут как раз Наши предки Очень хорошо себя проявляли Да Вот по поводу украшений И украшений Той же самой одежды По одежде Можно было очень многое О владельце узнать То есть С какого он Например там города Да Сколько детей Если женщина брать Сколько там у них детей Замужем она там Не замужем Какой-то может быть Еще определенный Ну это самый примитивный Ну да С какого рода С какого клана Да С какой варния Да Были определенные Сакральные береговые Тоже значки Которые Ну непосвященные Даже мог и не прочитать С двойным Сторонным Смыслом Скажем так Дном В наше время Это конечно же Полностью утеряно На сегодняшний момент Женщина Ну Рассматривает одежду Это просто Как во-первых Тело прикрыть Ну это второстепенно Во-вторых Как бы Свою красоту показать То есть Именно в таком Вращенном смысле Вот это Надо момент Конечно же взять Не красоту А свои женские Достоинства Как ей кажется Ну ладно Кавычка Кавычки Да Нет Достоинство Это хорошее понятие И если Применяется По назначению То я ничего плохого В этом не вижу По назначению По назначению А если А если А если Это применяется Без назначения То в случае А нафига тебе это надо Дальше Роль женщины В взаимоотношениях С мужем Ну Теперь мы подходим К такому Важному моменту Что А теперь К самому вкусненькому Да К самому вкусненькому Да Что как мы Уже упоминали Такую тему Что Женщина Она без мужчины В общем-то И Не может реализоваться В должном образом И Фактически Своей жизни Может подойти К тупику Поэтому Женщине Надо обязательно Чтобы в ее жизни Было присутствие Мужчины Того или иного рода То есть Поначалу Это был бы отец Которого набрала Какие-то образы И примеры Да А в дальнейшем Обязательно Надо и выходить Конечно же Замуж Это самая лучшая Реализация И женщине Надо знать Несколько аспектов Несколько ролей Скажем так Общения с мужчиной Обычно Рассматриваются Пять ролей Это друг Мать Сестра Дочь И любовница То есть Вот эти пять ролей Если женщина В своей жизни Будет применять Освоит Если она осознает Глубины И где-то даже Сакральный смысл Вот таких вот Именно Наработок Да Ролей Можно так сказать То Семья просто Как говорится Обречена на успех То есть Такая семья Она всегда будет Крепкая Дружная Всегда будет Все происходить В свое время И дети Рождаться будут В свое время И Опять-таки И мужчина Будет успешен В каком-то Своем направлении В той же самой Пресловутой Как говорится Карьере Если даже Можно такое слово Вообще Применить Сюда И Женщина Будет счастлива И познает Что такое Женственность И соответственно Раскроется Уже по-другому Но Опять-таки Тут такой момент Что к этому Сегодняшних женщин Никто же не подводит Если ей такое Например Сказать Что вот У тебя есть Оказывается Пять ролей И тебе надо Вот Как они Многие женщины Думают Присмыкаться Перед мужчиной То есть Перед ним скакать То Так себя вести То так себя вести То эдак И вечно его ублажать То есть Многие женщины Вот Видят только Отрицательную Такую Низкую Сторону Этой медали Вот Но тут конечно же Еще многое Зависит от мужчины Если мужчина Без уважения К своей жене Относится Если он Не поддерживает Ее В каких-то Ее Начинаниях Чтобы она Раскрылась Как женщина Перед ним И эксплуатирует Ее конечно Где-то По-своему Не очень хорошо То Ни к чему хорошему Такая ситуация Тоже не приведет Ну если подробнее Рассмотреть Все пункты По очереди Ну вот Женщина Как друг То есть Даже я Как мужчина Себя применяю Вот Жена Она Как друг Действительно Когда у меня Какая-то ситуация Где мне нужна Какая-то дружеская Может быть Поддержка Может быть Какой-то совет Например Ну Если жена Мне дает Какой-то совет Как друг Или Какие-то Какую-то помощь Мне осуществляет Как друг Конечно же Я буду только Рад Этому То есть Любой мужчина Это примет Любой мужчина Это примет Другое дело Что Как женщина Сможет ли Она Именно Действительно Быть искренней В этом И помогать Мужчине И Будет ли Это ее Греть Ее сознание Что действительно Она выполняет Какую-то важную роль В этот момент Вот здесь Вот надо Женщине Определиться И выбрать Какие-то мысли Которые ей Помогали бы В осуществлении Вот этой роли Вот вторая роль Это мать Ну Любой мужчина Он бывает В такой момент У любого мужчины Бывают такие моменты Когда он нуждается В том Что Как говорится Залезать раны Какие-то у него Материнские заботы Да Какие-то неприятности Может быть Он болен Может быть Еще какие-то У него Недоразумения Неприятности жизни И Семья Это все-таки тыл Когда он приходит домой И жена его окружает Материнской заботой И где-то ему помогает Может быть Он болен Например Или устал Или еще что-то Если она окружает Его своей заботой И вниманием Как мать Конечно же Мужчина Быстрее восстанавливается И Опять-таки На женщине Это отражается Положительно Потому что Если мужчина Приходя домой Он не может отдохнуть Или он не чувствует Никакой заботы Хотя иногда Он может ее И не высказывать Мужчина бывает Он Но может на своем Зациклиться И вообще не обращать Внимание На какие-то удобства Но в данном случае Если женщина Будет ему помогать Он только И благодарен И от этого Выграют оба Оба И муж И жена Почему? Потому что Опять-таки Каждый Исполняет свою роль И мужчина Совершенствуется В том В том Своем Каком-то ремесле Если он Заботится Как-то О своей семье В внешнем круге Там Какие-то Может быть Заработки Обеспечения Продуктами И питания И другими Потребностями Конечно же Он будет Реализовывать Это все лучше И женщине Опять-таки Достанется Больше всего С этого Общего Куска Пирога То есть И мужчина К ней лицом Повернется И все Для нее Для такой Женщины Будет делать Потому что Она его Поддерживает В самые трудные В самые тяжелые Может быть Болезненные Моменты В его жизни Я думаю Что любой Здравомыслящий Мужчина Если он Почувствует Такое отношение Он будет Очень сильно Это оценить Что опять-таки На женщине В случае Отвязаться Отношения Сестры Это когда Если мужчина Например Сильно Занят Или Ну может быть Чем-то Недоволен Или еще Какие-то У него Такие Не очень Хорошее Настроение Присутствует Ну Женщине Достаточно Просто Находиться Рядом Какие-то Может быть Свои дела И выполнять Свою жизнь Вести Свои обязанности Какие-то Определенные И выполнять Женские Ну и особо Не докучать Мужчине В этот момент Обычно У мужчины Это приходящее Многие женщины Думают Что это может Быть надолго У него Такое состояние Но на самом деле Это со временем Заканчивается И мужчина Опять приходит В нормальное состояние Когда можно Действительно Перейти Например На какие-то Другие отношения Более Такие Теплые Отношения Дочери Ну Бывает Что если Мужчина Особенно Если в гневе Или чем-то Недоволен И Может Как-то Даже Женщине На какие-то Ее может быть Проступки Может быть Даже указывать Скажем так Прав он Или не прав Это можно Позже обсуждать В такой момент Женщине Лучше Спокойно Прислушаться К этому Где-то С какой-то Своей Женской Мудростью Кротко Потому что Потом Когда этот Океан Истягнет У мужчины Ну Раздражение Может быть Какого-то Или еще Какого-то Неудовольствия То Можно уже И на эту Тему Поговорить А в этот Момент Конечно же И лучше Быть Такой Скажем так Прислушиваться Прислушиваться И быть Именно В роли Дочери Тогда И тогда Когда Минует Уже Вот этот Шторм Тогда уже Можно поговорить Уже На какие-то Другие Темы Почему Это Произошло И как Вообще Этого Избегать В будущем Ну И Последний Пункт Это Пункт Любовница То есть То О чем Мы говорили Вот эти Все Моменты Что Вот Женщины Пытаются Себя Оголить На стороне Еще То есть Пусть Они Это Делают Лучше Дома Перед Своим Любимым Мужем То есть Если Они Вот Это Поймут И Носить И Какие-то Знаки Внимания Оказывать Какие-то Подарки Делать И так Далее И так Далее То есть Вот Вот Эту Роль Женщина Просто Должна Оставить Именно В семье Вот Этот Момент Тоже Надо Очень Хорошо Понимать Что Любовные Отношения Они Должны Быть Скрыты И Все Обнажения Возможны Или Какие-то Может Быть Разговоры Это Все Должно Быть Только Между Мужем И Женой Какие-то Может Наряды Такого Характера Или Может Быть Какие-то Поведенческие Такие Мотивы Это Все Должно Быть Только Строго Интим Типа Давай Поиграем Мой Любимый Муженек Где Наш Ошейник Ну Знаешь Ли Я До Такого Не Додумался Ну Ладно Ладно Хорошо Так Дальше Приготовление Еды Казалось бы Совершенно Простая Такая Ситуация И В сегодняшний Момент Вот Когда Быстрое Питание Или Какие-то Полуфабрикаты Женщины Вздохнули Спокойно Казалось бы Действительно Да Ну Взяли Часть Функции Женская На себя Какие-то Корпорации Готовят Какие-то Вкусные Дошираки Или Какие-то Пельмени Там Непонятно Кто Лепит Непонятно С чем Вроде Б Все Понятно Женщина Которая Не готовит Пищу Своими руками Она Конечно Не вкладывает Ни свою Энергию Женскую Ни энергию Любви К этому Мужчине Вся Семья Или Тоже Самый Ее Муж Они Потребляют Покупную Еду Которая Непонятно Пропитана Каким Сознанием Непонятно Кем И когда Выращено Непонятно В каком Сознании Если пили Те же Самые Какие-то Вареники Или Пельмени И Вся Семья Это Употребляет И На Уровне Вот Такого Подсознательного Явления Происходит Постепенное Разобщение Семьи Почему Потому что Вот Еда Она Тоже Объединяет Людей И Даже Разное Питание Даже Когда В семье Разное Питание Одни Едят Одно Другие Едят Другое Даже Сознание Вот Таких Такой Семьи У разных Членов Семьи Разное Поэтому Продготовлению Еды Конечно Женщина Должна Уделять Большое Внимание Желательно Женщине Готовить Еду Начиная С самого Начала То есть Не покупать Какие-то Самые Полуфабрикаты Непонятно Какие-то Корпорации Опять-таки Кормить Либо Покупать Какие-то Продукты Либо Уже Может быть Выращивать Если Есть Такая Возможность И Готовить И Готовить Вкладывать Обязательно Туда Свою Женскую Энергию Свои Женские Мысли Такая Еда Даже Становится Целебной Ну Вот Обычно В семье Принято Что Женщина Когда Готовит Она Пробует Еду Да Но Я думаю Что Все-таки В идеале Когда Женщина Научится Так Готовить Еду Когда Ее Не надо Будет Пробовать Вот Самый Лучший Вариант Потому Что Когда Женщина Эту Еду Пробует Ну Фактически То есть Семья Ест Уже Семья Уже Употребляет Еду Которую Попробовал Кто-то То есть Она Уже Была С кем-то Съедена Это Энергетически Не Очень Верно Я Думаю Что Женщина Должна Научиться Готовить Еду Не Пробуя Ее А В итоге Она Получится Даже Вкуснее Чем Если Она Постоянно Пробовала То Подсаливала Может быть То Подперчивала Ну И Благостные Мысли Самое Главное Благостные Мысли Если В этот Момент Думать О Семье О Своем Муже Если Думать О Детях О Ни О Посторонних Делах Смотреть Присловут Дом Два Как Ты Говоришь Или Чего Какие Передачи Какие Фильмы Может быть Особенно Сейчас Популярно Всякие Телевизор Устанавливать На кухне То есть Женщина Готовит Заодно Рекламу Смотрит Шинкует Шинкует Доширак Шинкует И смотрит Дом Два Красота Кипятит Воду И смотрит Какой-нибудь Гламурненький Чем-нибудь Еще Плакающий Мешает Все это Дело И смотрит Какие-нибудь Шоу Ну Нормально Хорошо Ну Окружающая Обстановка И та же Сама Еда Впитывает И не только Сознание Женщины И То что Транслируется Из телевизора Вот эти Все звуковые Звуки Вибрации Естественно Проникает В пищу На тонком уровне Все это Там Остается В общем Вы бросаете Телевизор Ладно Понятно Седьмой Пункт У нас Восстановление Цепочки Женской Приемлемости Поколений Что-то Ты имел Ввиду Ну Вот В наше Время Очень сильно Разрыв Происходит Между Матерью И Бабушкой Матерью И вот Девочкой Да Если так Вот брать Хотя бы Эти вот Три цепочки Звена Получается На сегодняшний момент Какая ситуация Что Женщина Если она работает Пусть у нее Там есть дети Или вот Даже брать Вот Передущее поколение Да Особенно Когда Обязательно Обязательно То есть Если ты не работал Ты был тунец Да В советское время Женщины Даже были Обязаны Работать И вот Они Работают Своей дочке И дочке Не прививают Никаких Женских Таких Скажем так Сакральных И несакральных Понятий Поведения Какого-то Определенные Навыки Если не передаются То в таком случае Когда эта девочка Вырастает Она не наплодает Уже этими навыками Это вот как Эффект Маугли Так называемый Если Ребенка Поместить Да В среду С животными Ну там С обезьянами С волками То в общем-то Ребенок Уже не человеческий Вырастает Или волк Или обезьяна Становится Соответствующими Повадками И уровнем Сознания Есть такой Яркий пример Брать Также и девочка Если ей Ума Как говорится Мама не дала Если вот Не передала По цепочке Женской Прееменности Как строить Отношения С мужем Как строить Отношения С сообществом Какие одежды Носить Какими Украшениями Пользоваться Как этими Украшениями Пользоваться Как вести Хозяйство Как Быть Полноценной Матерью Какие С какими Может быть Она трудностями Столкнется В своей жизни Как выходить Из трудных Ситуаций Семейных И так далее И так далее То есть Если вот Такой Вот Хотя бы Базы Я не говорю Про какие-то Более Глубокие Моменты Если такой Базы Девочке Не дать То конечно Ее очень Трудно Будет В жизни Это будет Полная Дезориентация То есть Когда Женщина Выходит Например Взрослая Вроде Она взрослая Но на самом Деле У нее уже В сознании В голове Та же Как в общем-то И у юноши И у парня У них уже В сознании У них нет Еще вот этого Образа Как семейную Жизнь строить И более Твоим Даже родители Об этом Не говорили То есть У них И практики Нет И теории Нет К чему Это приведет Это приведет Потому что Нашла Там кого-то Лишь бы Найти Ну вроде Ничего Неплохой парень Замуж Вышла Оказалось Не то И вот Либо надо Мучиться Всю жизнь Либо надо Менять Партнера Опять-таки Тут и другой Вариант Они совершенно Неприемлемы А В общем-то Вопрос Не пустяковый То есть Это уже Очень большая Травма Наносится И женщине И тому Мужчине И в общем-то Закрепляется Такое Вот уже Поведенческая Черта Что А ну там С одним Не получилось С другим Получится Пошло-пошло-пошло В итоге Деградация Как говорится Не за горами Поэтому У той же самой Девочки Которая Находится В семье У нее Должен быть Полноценный Образ семьи Полноценный Образ отца Особенно Отца Почему Потому что Девочка Когда она В взаимоотношении Находится Со своим отцом Она фактически Проигрывает Роли Которую Она потом будет Проигрывать Со своим мужем То есть Полный Полная Аналогия В данном Случае В силу Того Что Женщины Они более Эмоциональны Более глубоки Чем мужчины Вот эти Отношения Они очень Сильно Пропитываются Девочка Очень сильно Пропитывается Вот этими Отношениями И потом Как по колье Как по кальке Начинает строить Отношения Со своими Будущими Какими-то Знакомыми С мужчинами И потом Выбирает Уже себе Мужчину Соответствующего Поведения И соответствующие Каких-то Отец Какой-то Секрет По-моему Это уже Известно Большому Кругу Людей Обращать Внимание Ну и Образ Отношений Именно Отца С матерью То есть Она Себя Индентифицирует Соответственно С матерью А своего Будущего Мужин Индентифицирует Со своим Отцом И соответствующие Строит Отношения То есть Вот этот Момент Тоже Родители Которые Воспитывают Девочку Семь Тоже Должны Постоянно Отслеживать Потому Что Мы Воспитываем Не словами Мы Воспитываем Своим Поведением То есть Какие Отношения У нас Присутствуют В семье Между Мужем И женой Между Детьми Такие Отношения Дети Потом И Воспитываем Воспитываем и на хорошую жизнь. И таких же она мужчин притянет, которые в таком же ключе воспитаны. Ну вот, вкратце, если вот такой вот обзор мы сегодня завершаем. Коротенько на два с половиной часа у нас получился такой обзор, и теперь нам надо перейти к вопросам от наших радиослушателей, которые вопросы мы получали в чате Народного славянского радио, но прежде чем перейти к вопросам, я поставлю небольшую музыкальную паузу. Вчера мы слушали музыку Алексея Рыбникова из фильма «Большой космическое путешествие». Там еще одна песенка очень хорошая звучала. «Ты мне веришь или нет?» Вот давайте ее послушаем, насладимся, а потом будем отвечать на вопросы. Продолжение слушайте в следующей части. Продолжение следует... Продолжение следует...